А сейчас мы продолжаем. И я передаю слово Аркадию Ровнору. Аркадий — член редколлегии серии «Тексты трансперсональной психологии». Он известный писатель, автор нескольких романов, включая роман «Ход королем», опубликованный в Нью-Йорке. Аркадий — основатель издательства «Гнозис», главный редактор журнала «Гнозис» и издатель ряда книг, включая антологию «Гнозиса». Аркадий является также издателем серии книг «Отцы неразделенной церкви». Вышло уже пять книг, и серия продолжается. Это о тех отцах церкви, которые были еще не православные, ни католики, ни протестанты, отцы неразделенной церкви. Аркадий также недавно издал книжку о женственном образе мудрости в мировой культуре. София Мария. Несколько экземпляров этой книжки появилось на нашем столе, и тут же мгновенно были распроданы. Автор книги «Эссе. Третья культура». Несколько экземпляров еще в наличии. И вскоре по материалам семинаров в Прибалтике этого лета, которые проводил Аркадий, выходит книжка «Веселая сумасшедшая». Это еще одна грань творчества и жизни Аркадия Роунера. Как лидера безумных локшопов. Как человека, который побуждает и пробуждает. Аркадий также руководит рядом семинаров в разных городах мира, включая Самару, Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург, Балтийские страны. Аркадий. Аркадий. Добрый день. Аркадий. Продолжение следует... 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 где совершенно мудрый, как бы и виден, потому что он не умеет говорить, он не умеет думать, он ничего не умеет делать, он не отличает жеребца от того, день от ночи. Вот такой же путь предстоит нам, это не путь логики, это не путь анализа и систематизации. Это внутреннее путешествие. И это путешествие идет во внутрь. Я хочу предложить тем из вас, кому жаль выбросить на мусорку, на помойку, целый час общения со мной, и кто хочет этим часом воспользоваться, я хочу предложить вам обратиться во внутрь себя, прямо сейчас, почувствовать себя очень хорошо, уверенно, очень самоуглубленно. Практически нет никого здесь, кроме каждого из вас. Нет меня, есть слова, которые ничего не значат. То, что я хочу вам сказать, определенно находится по ту сторону слов, которые я говорю. И по мере нашего общения, которое должно проходить и осуществляться больше, как бы, в паузах между словами, предложениями, чем в моих словах, я хочу, чтобы вы методично, спокойно, с толчками, медленными заползаниями, проникновениями сквозь завесу, жесткую завесу, отделяющую эти два мира, эти два состояния, проскользнули в сад, в ваш внутренний сад, который обычно от вас самих закрыт, забором, занычным. Это очень просто. Нужно услышать целое. Нужно потерять навязчивость конкретного. Нужно найти такую внутреннюю позицию, кстати, и внешнюю позу тоже. Нужно найти такую внешнюю, внутреннюю позу, позицию, состояние, в котором вы бываете часто. И проглуждение, и засыпание, когда вы не очень загнаны мыслями и законами. Когда вы живете, когда вы выходите из обычного икма, навязанного вам окружающим, жестким социумом, социальные церемонии остаются позади. Это самое блаженное состояние. Состояние, когда вы дома, когда за вами никто не наблюдает, когда не надо быть ни умным, ни хорошим, ни плохим. Тогда война за то, другое, третье выступает. Вот в этом состоянии мы услышим друг друга. И мы услышим, ради чего мы здесь. Итак, наше путешествие начинается. И сначала я хочу поговорить немного о саде традиций. Каким он нам дан? О наличном саде традиций. А потом я хочу пригласить вас в должное состояние. Ну что ж, очень печальная картина сады традиций. Мы можем насчитать десяток мировых религий. Мы можем насчитать дюжину 2-3 духовных учений Древности, Средневековья, Востока, Запада, конца 19-го века, начала 20-го. Мы все что-то об этом знаем. Кто больше, кто меньше. Те, кто знают меньше, находятся в выигрыше. У них больше места, больше пространства, меньше мебели. Все эти традиции образуют сад. Это действительно драгоценное место. Это то, куда мы стремимся. Это рай мусульманства. Это христианский Эдем. Это слуховатие махаинистского буддизма. Это сад нирваны. Это потусторонние райские пущи. Ну посмотрите, 10 религий разделяют этот сад высокими заборами. Мы сидим в каждой своей религии, и мы смотрим на забор в лучшем качестве. В лучшем случае мы думаем, какие несчастные мусульмане, они не понимают, что Иисус – это Сын Божий. Какие бедные евреи, они не понимают, что Он-то и есть Мессия, и никакого другого ждать нельзя. То же самое, я думаю, с сочувствием. Я уж не говорю о ненависти, о слепоте, о религиозных войнах, о джихаде. Я говорю о самой прекрасной позиции, которую может занимать человек, укорененный в своем участке сада. Это сочувствие к тем, кто находится за забором. Евреи сочувствуют тем, кому Бог не дал свою благодать, не дал благословения, кого Бог не избрал как народ. Но буддисты, естественно, сочувствуют всем людям, которые живут субъектно-объектом мифа, которые привязаны к своим мифам и не понимают универсальность и просветление. Итак, 10 уже участков в нашем саду. Далее, каждая религия внутри себя разделена на свои участки. Три основные конфессии внутри христианства. Правообразие, католичество, протестантизм. Протестантизм – это уйма всевозможных протестантских сектов. На самом деле, каждый протестант – это и есть секта. У каждого протестанта свой маленький участок, садовый участок. И сосед его живет в другом участке садового. Далее давайте посмотрим на последователей Есеев, Пифагора. Давайте посмотрим на Аполлония Тианского, на Халдейскую мудрость, на тех, кто привержен египетскому пути, на многообразие древнего средневекового мистицизма. Это тоже разгороженные участки. Посмотрим на то, что ближе нам, на мистицизм конца 19-го, начала 20-го века. И опять мы видим Теософию, Антропософию, Четверопутников, Роману Махарши, Рома Кришну, Баксу Будда. Мы видим далее проекцию всего этого на 60-е, 70-е. Я не буду называть самые последние времена, самые последние события. Друзья мои, в том саду, в котором мы с вами живем, больше заборов, чем деревья. Деревья эти в печальном положении. Заборы загораживают свет. Нет воздуха, нет ветра, нет влаги для этих деревьев. Мы живем с вами в разгороженном, загаженном заборами мире. Это уже не сад, это уже гуак, это бог знает что. И далее современная жизнь со всеми ее преимуществами выбрасывает нас на поверхность. Мы как пленка на поверхности океана, мы как пена. Мы забываем, что под пеной есть свежая вода, а на дне океана есть жемчуг. Мы превращаем воду и жемчуг в пену, и этим занят Нью Эйдж. Он обесценивает, профанирует. Он разъедает сокровища. Это похоже еще на вирус в компьютере. Это похоже на болезни, которые сегодня свирепствуют в мире. Компьютерный вирус съедает один повезу другим. И скоро в нашем компьютере одни руины. Что делать с компьютером, с которым поселился вирус? У буддистов есть на этот счет замечательная история. Очень простая история. На деревню напали разбойники. Они захватили эту деревню, они взяли себе всех женщин, они перебили мужчин. Они живут в этой деревне. От них родились дети, потом внуки, потом правнуки. Вот такой деревней является сегодняшний мир. И душа каждого отдельного человека. Что делать нам с этой деревней? Как нам отделить чистых от нечистых? Все перемешано. И деревенский старо-старо, конечно же, ваниль. Собственно говоря, в Москве есть две возможности у каждого из нас. Одна возможность – это дико углубиться в свою традицию. И копать свой колодец. Неважно, какой христианский, раджинишевский, трансперсональный, японский. Неважно, какой. Можно заниматься эвритмией, можно заниматься четвертым питьем, можно заниматься пятым питьем. Это неизбежно ставит каждого из нас в ситуацию страдательную, в ситуацию упорства на своем невежестве, на своем собственном маленьком колодце. Другая ситуация – это ситуация пены. Когда мы начинаем сентиментально, радостно всех обнимать, милосердие, что там еще написано, радость, счастье, дружба, любовь. Все, расплывается Аркадьеров, меня всех он любит. У меня уже нет ни одной клеточки моей кожи, ни одной клеточки души. Я все вам отдал, меня уже нет. Это ужасно. Это растворение. Это если бросить кусочек сахара в большое море. И вам несладко будет. И от моего сахара чем-то остались. Нет, это все никуда не годится. Не пусть дифференциации и погружения в очень маленькое пространство моего отгороженного участка, моей и истинной традиции, в то время как все другие традиции, либо ложные, либо заблуждающиеся, либо недорожшие до моей, не годится. И растворение во всех традициях – это фантазия. На самом деле забор, 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 забор. Мусорка, мусорка, мусорка. Вот и теперь, когда мы с вами увидели эту альтернативу и эту безвыходность, я хочу поделиться с вами своим видением выхода. Я хочу напомнить вам, что я не читаю лекции сейчас, и что в том, что я делаю, ценнее паузы, чем те образы, которые я привлекаю для того, чтобы договориться с вами. Каждый из вас слушает самому себя. Каждый из вас уходит в глубину себя. Есть два возможностей уйти в глубину самого себя. Есть множество возможностей. Мне бы хотелось напомнить вам о двумах. Одна из них – это активизировать сердечную чакру и услышать те внутренние ритмы, которые сугубо ваши, которых нет у меня, нет у соседа. Ту тишину, ту пустату, которая ваша. Это в харте, это сердце, это тишина, это любовь, это доверие. И есть путь с знаниями, это путь, ведущий в другую область. Подумайте о вашем сознании без мыслей. Подумайте о небе без облаков. Подумайте о себе без ролей. Каждый из вас играет в десяток, два, три ролей. А кто играет в эти роли? Кто это я? Что это за я без ролей? Сознание без мыслей. Небо без облаков. Рельсы, по которым не проходят поезда. Это путь с знаниями. Одним ближе к факту, другим с знаниями. Третьим еще что-нибудь. И еще раз я призываю вас сделать то, что вам полезно делать всегда, всю жизнь. Постоянно. Выйти из ситуации оперативного существования, созерцательного существования. Выйти из гонки. Войти в тихую родительность, которая всегда с вами. Как бы вышел-то туда не двигаться. И так область должного. Действительный райский сад. Не разгороженный заборами, не запламленный, не изъеденный саранчой. Без компьютерного вируса, который съел все паэлы в вашей души. Это другой уровень существования. Это другое состояние. Если мы с вами увидим мироздание, как иерархию состояния, тогда мы поймем, что в каждом из нас есть и пена, и морская вода, и жемчуг на дне океана. В каждом из нас есть и поверхностный, хитрый, то есть неумный, расчетливый, то есть недальновидный человек. Человек и есть в каждом из нас. Все уровни бытия у нас есть сверхчеловек, недочеловек, человек, сверхчеловек. У нас есть дух и Сын, и Бог Отец, и мировая душа, и единая Божия. В нас есть вся иерархия состояний. Но есть потенция, есть латентство, есть как возможность. Да, во мне есть и Кришна, и Христос, во мне Азирис, Зевс, Аполлон, Индра, Варуна, Шива, Вишна, Брама. Во мне Брахман и Парабрахман, во мне Атман. Но я причем? Причем здесь я? Это есть во мне, но меня в них нет. И то же самое скажем из вас. В нас есть все уровни, но нас на этих уровнях нет. Мы где-то пребываем. Как у нас на середине, который говорил, что когда собираются и орехи, и мука, и мед, и все, можно уже холму приготовить. Но обычно меня тогда не было. Поэтому он жалуется, что он никогда в жизни не смог подить холму. То нет какого-то компонента, то нет самого нас на середине, когда все компоненты собираются. Вот все компоненты собрались, в каждом из нас. А где мы? Мы где-то блуждаем, питаем. Мы живем на оперативном уровне. Мы сегодня сидим здесь. Завтра мы бежим на работу, или в университет, или в школу, или бизнес, или карьера, или семья. Это та самая линия, цепь отождествлений, о которой говорил Георгий Иванович Горджиев. Когда я курю трубку, я превращаюсь в трубку. Когда я говорю, я превращаюсь в речь. Когда я слушаю, это напоминает другую притчу. Оставим притчи. Я боюсь, что мне надо идти от слов, нажать на кнопку, посмотрим, что получится. Главное, чтобы ты не мешал. Похоже на всю эту скорую помощь. Она помогает нам вспомнить о нашей главной задаче. Японцы считают, что горечь – это главная пища сердца. Наши сердца горечит. Итак, мы структурно движемся с вами из наличного в должное. И должное мы находим не в моих словах, не в музыке фрейта. Мы находим должное в себе. На глубине своего собственного пребывания, в своих собственных возможностях. Друзья мои, больше негде искать должное. Никакая психология, даже трансферсона, не даст вам ответа на все ваши вопросы. Нет никаких внешних парадизм. Здесь только внутренних парадизм. Весь сад, есть движение сад, есть инфидиция. Давайте поговорим об этих трёх вещах. Ну, прежде всего, надо сделать то, что очень трудно сделать западным людям. Нам нужно отказаться от всей западной традиции уподобления мира людей и мира вещей. Смотрите, как нас случили. Бог создал человека по своему образу и подобию. Так нас учит книга «Бытие». А Платон утверждает, что есть логика идей и логика вещей. И что идеи присутствуют и участвуют в этом мире. То есть существует какое-то подобие, какая-то связь между двумя мирами, между должным и наличным. Между миром людей, между логикой Бога и логикой нашей славы. И логикой стола, ствола, музыки, окна, звёзд. И здесь происходит то, что называется интерполярцией. Мы накладываем свою логику, логику феноменального на ломбинарную, на трансцендентную. Мы как будто бы уже заранее знаем, что будет на третьем небе, что будет на седьмом небе. Мы представляем себе, что такое лошадность. Но мы видели же лошади. Конечно, лошадность, то есть та форма, по которой здесь на земле рождаются лошади, без рогов, всего с четырьмя ногами, с одним хвостом. Ну, эта форма такая же, как наши лошади. Если нам дать вообще карандаш, мы нарисуем карту платоновского мира. По логике, что отпечатано, должен быть похожим на матрицу печати. Немножечко по-другому дело обстоять на восточном. Там меньше антропомархизма. Там меньше связи между трансцендентным и феноменальным. Когда буддисты говорят о ничто, о сомне, они не говорят, что они знают это ничто. Они говорят, что из этого ничто происходит выпадание в осадок. И выпадание в осадок и создаёт тот мир психизма, в котором мы с вами живём. Мир, в котором мы живём, это мир психизма, мир психики. И действительно, в этом мире происходит то, что Михаил Павлович называет соприсутствием психика одна, а не две и долгие. Люди не важны. Важны гравитационной силой мира психики. Вы знаете, что такое мир психики? Это звёзды, это дома, это мои мысли, это всё, что нам дано. Это не структура, это не логика. Это скорее даже эмоции. Это наши желания. Это пять скандингов, пять групп хау. И мы своим западным структурирующим энергетическим умом хотим этот мир сансары, мир психизма увидеть как, ну вот такой логический, построенный из атомов, из шара, из чего угодно. Он совсем не такой. Он построен в основном из того, чего нам не хватает. Вам не хватает меня, я к вам пришёл. Мне не хватает и вас, я к вам пришёл. Нам не хватает этого мира, и мы к нему родились. Это ещё немножечко последует, и за мной. Я вспомнил, что японский художник четырнадцатого века, Питью Садзю, испытал своё большое осветление, когда он медитировал в водке ночью. И вдруг раздался крик ворона, страшный крик ворона, среди тишины, когда он был уже близок к просветлению. И этот крик разрезал пространство. И дикю вошёл в иное пространство, в пса, о котором мы говорили с вами. Абсолютно нелогичный. Нелогичная ситуация. Какой-то ворон. О других дзенских мастерах рассказывают, что они пережили просветление, когда раздался гром, и молния прорезала небо. Один мастер испытал просветление, когда он подметал двор монастыря и услышал шорох метлой по сухие листья. Я хочу сказать, что для просветления нет никакой... нет, здесь своя логика, нет нашей логики. Когда я говорю нет логики, я имею в виду, что этот обязательный путь, который проходят неощиты в храме или в мистериях, в семь лет они подметают двор храма, потом в семь лет они прислуживают в прихожей храма, потом в семь лет они учатся уже святым вещам, и через 21 год систематично, логично, вдруг человек приходит не вдруг, а вот после 21 года он приходит, наконец, ко второму рождению. Но это не так. Сегодня это не так. Сегодня нам может помочь сегодня самое неожиданное. Вот когда едешь на эскалаторе, только эскалатор останавливается, и раздражаются такие возгласы, и кого-то там шатает. Это очень хороший повод для просветления. Или телефон и звонок. Просто звонок-телефон. Хороший звонок, чтобы испытать просветление. Я пробую вывести вас из обязательных моделей нашего западного опыта. Не думайте, что восточный опыт намного лучше. Китайская, японская чайная церемония, которая должна смоделировать, будто бы должна смоделировать состояние искренности, спокойной, глубокой сосредоточенности. Она может стать тоже игрой, мертвой игрой мертвых людей. Есть образ, дзенский образ ветра и покровка. Монахи учились быть похожими на ветер. Ветер нельзя загнать на эскалатор. И нельзя дать ему направление. И в чайной церемонии ветер будет вести себя неправильно. Ветер делает что хочет. Он то вверх летит, то вниз летит, то исчезает, то появляется, то набирается сил. Метеорологи, конечно, могут изучить в идеале каждое мгновение ветерка, смоделировать в компьютере и все это. Все можно увидеть. Но в средневековом Китае, слава богу, ветер вел себя как хотел. И поток тоже. Неизвестно, откуда он приходит, куда он течет. Но можно там подняться на 10 километров вверх, спуститься на 10 километров вниз. Все равно всю эту водную систему нельзя охватить. Вот такой свободный попробовать достичь. Я заихнулся о моделировании. Должен. Можем ли мы обойтись без моделирования? И вот здесь возникает опять структура. Мы говорим о саде, мы говорим о пути к этому саду, мы говорим о подсталии. Сад – это не лошадь бесплатного. Это не Бог христиан и не Аллах мусульман. Сад – это Х-определение. Мы выпадаем из этого пространства. И выпадая из этого пространства, в определенной области психизма принимаем культивизм в форму. Вот из какого-то дикса выпадает что-то и принимает форму этого торшера. Выпадает из этого дикса что-то, принимает форму аркадия. Или форму, скажем, двух рук Америки на карту. Две ладони. Америки. На карте похоже на две ладони. Северная и Термина. Постсоветская идеология. Очень веселая, веселая тема. Она тоже выпала из сунги, из ничто. И оформилась, приняла форму в том постсоветском пространстве, в котором мы с вами находимся. Почему же происходит это выпадение в осадок? И оформление различных кристаллов к номинали. На это отвечает Будда словом Духа. Духа – это страдание, Духа – это усталость. Кто-то устает. Кто-то устает. Что-то устает там наверху. В ничтое. И выпадает сюда. И выпадая сюда, принимает форму того участка психизма, психического мира, кого же оно выпадает. Оно выжимается сюда. Усталость. Усталость – это тупость. Где-то там, на небе плохого, что-то или кто-то чувствует усталость и тупость. И темноту, и тяжесть. И эта тяжесть выпадает сюда, в наш мир. И давайте не делать выводов о том мире по мусорке нашего сегодняшнего сада правительства. Наша задача сейчас, в эту секунду, состоит в том, чтобы найти щель и проскользнуть, пройти, выстили саду. И при этом остаться здесь. И невероятная задача. Это, если мы уйдем туда, нас всех повяжут и повяжут у всех ушей. Мы не жильцы здесь, если мы уйдем туда. Но если мы останемся здесь, еще страшнее. Поэтому нам надо найти промежуточную площадку. Нам нужно зацепиться между нирваной и сансадром. Нам надо держать на растяжке эти два полюса. Возможно ли? Может быть, и невозможно. Нам надо ускользнуть от оформления, окаменения, кристаллизации. Каждое мое слово кристаллизуется в вашем сознании. А в моем тем более. Нам надо обмануть закон гравитации, по которому все падает вниз, все тяжелее, все оформляется. Обмануть и сейчас, и крисно, и во веки веков. Вот эта игра, кстати, игра – это очень важная, важная идея. У нас же никакой игры. Бог играет нами, как шахты. Мы снимемся к Господу Богу. Зевс. Детерминист. Аллах знает все, что было, есть и будет. Кожица финика. Вот на такую толщину даже человек не свободен в нашем западном крае. Мы изображаем, что мы свободны. Но мы, будучи детерминистами, понимаем, что все программируется и определяется сверху. Есть жесткая логика для нашей жизни, нашего интеллектуального подхода. Сфера влияния. Сегодня я встретил буддиста. Завтра я встретил четверобудника. Еще там десяток вещей можно перечислить. Все это жестко обусловлено. Я хочу, чтобы вот эта идея, эта схема хорошо вошла в каждого из вас. Нет программирующего сверху центра. Нет программы, которая нас программирует. То, что мы есть, является результатом кристаллизации вашей, моей, стола, стула, неба, облака. В том пространстве, в том психическом пространстве, в котором происходит выпадение. Выпадение из сферы Х. Нет логической связи между мирным действием и мирным вещением. И есть игра. Как будто бы игра в хвост. С нами, нашим, нашим миром. Я бы хотел убрать помогавшую нам музыку. Скип, рефит, оп. Наверное, на пол. Действительно, отстранилось. А теперь давайте попробуем сделать последнюю, перед традиционными вопросами, операцию. Давайте попробуем смоделировать должное. Давайте попробуем это сделать в себе и в окружающем нас пространстве. Моделирование должного. Слова уже немножечко летели. Может быть, вы слышите, что я пробую вам сказать между этими словами. Это призыв к некоторому внутреннему и внешнему действию. Неординарному, экстраординарному действию. Внешнему или внутреннему. Внутреннему или внешнему. Это обращение каждому из вас по ту сторону слов, по ту сторону разума, по ту сторону оперативного сознания. У нас с вами нет другого выхода. Мы должны войти в свой собственный сад. Мы должны начать движение в свой собственный сад. Мы должны мобилизовать для этого свои собственные. Мы должны объединение с другими. Объединение с другими – это экспедиция. Это когда два человека, двадцать человек, двести человек образует общее пространство, в котором свободно перемещаются мысли, представления, желания, руки, ноги. Это общее пространство обладает особыми качествами. Оно просто. В нем нет высоких заборов. В нем есть доверие. И есть искренность. Доверие есть потому, что есть искренность. Нет лукавства. Помните, Иисус сказал одному израильтянам. Вот израильтянам, которым нет лукавства. Тот, в ком нет лукавства, может войти в это общее пространство, смоделированное нами. Это общее пространство самоотверженности, инициативы и такта. Вдумайтесь в эти слова. Самоотверженности, инициативы и такта. Самоотверженность – это отвержение той ограниченности, того индивидуализма, того «я люблю чай, а ты любишь кофе, мне нравится Пушкин по тебе, Вермана», который нас всех разделяет. Это самоотверженность. Самоотверженность – это готовность платить и жертвовать общему пространству. Инициатива пониматься может так. Либо ты ведешь эту экспедицию, либо ты идешь за тем, кто ведет эту экспедицию. Если у тебя недостаточно уверенности в тебе, сил, ты идешь за тем, кто ведет эту экспедицию. Ты идешь за этим человеком с полным доверением. Повторяю, полным доверением. Либо ты идешь к экспедиции и определяешь параметры правил. И, наконец, такт. Может быть, самое важное. Такт – это то, чему почти невозможно научить. Либо у тебя он есть, либо юг у тебя его есть. Экспедиция, когда люди собираются вместе для того, чтобы переплыть берег. Переплыть реку, отделяющую один берег от другого. Берег сан-сан-сан-сан-сан-сан-сан-сан-сан-сан-сан-сан. Ну и, наконец, шок встречи с берегом нирваны. Когда вдруг вы обнаруживаете, что вы оказываетесь неподалеку от ботанического сада. Что вы хотели здесь. Такая же стена красивая, с краткой здесь. Такой же сидит Аркадия. На этом берегу нирваны. Когда вы вдруг можете сказать вслед за тем посветлением, который говорил. До того, как я достиг посветления, я колол дрова и носил воду. После того, как я достиг посветления, я колол дрова и ношу воду. Та же вода, те же дрова, но другой человек носит. В воду приходит дрова. Я не хочу суммировать и подводить итоги. Я попробовал своих сегодняшних и сегодня только для меня актуальных образов. Я услышал то, что хотел вам сказать и услышал то, что вы хотели мне сказать. Но если еще есть у вас вопросы или дополнения, а особенно возражения. Я не понял, про нагиб, в общем-то, неизбежающие правила, и что такое нервничество. И что такое нервничество. Целых три вопроса. Хотя вы сказали, что вам предложили. Три вопрос когда он предложил. Прекрасно. Извини, это просто музыка, которую тогда я слышал. Понятно. Я говорил не о нагибе, а говорил об сахте. Если вы стакан соленой воды оставите какое-то время на подоконнике, пристанете соли, появится на два стакана. Или какого-нибудь другого. Минерала, если там будет растворен этот минерал. Вот так осуществляется воплощение. Так появляемся мы с вами. Мы появляемся с вами, потому что мы теряем иное, иксовое состояние, в котором мы были до того, как мы стали с вами вот такие. Такой, как вы, такой, как мы. Это не накидь. Это осада. Мы выпадаем в осады, потому что потому что что-то устало. Я плохо с вами работаю. Вы знаете, пожалуйста. Вы сказали две возможности. Одна – это когда все конфессии и движения раздельные будут только заворами. А вторая – это когда я люблю всех, и это тоже плохо. И тогда вы составляли на Нью-Эйдж и прочли части вот этой матовой. Что вы хотите сказать? Я хотел сказать, что Нью-Эйдж – это прекрасное массовое движение, которое развернулось и расцвело махровым светом в последние 20-30 лет. А почему? Которое, извините, я все удивился. Которое выразилось в новом интересе к духовной проблематике. В новом притоке на запад восточных идей. В новых формулировках задач и целей западных интеллектуалов и духовных искателей. И это движение выразилось, потому что оно стало массовым. Любая массовая, любой массовый общики, массовая поимка превращается в кока-колу, в кепси-колу и в другие канцерогенные сок-дринги. И у меня нет никаких Нью-Эйджу претензий. Единственное, что это уже жидкий кисель, это уже не натянутый лук. В 60-х годах, когда все это начиналось, там были великолепные герои, которые обещали многое и которые где-то реализовались в Нью-Эйджу. Пожалуйста. Вы знаете, ваш вопрос похож на вопрос евреев. Почему все плохо относятся к Еврееве? Корейцы. Почему все плохо относятся к Еврееве? Чукчи. Почему так все зло говорят о Чукчах? Русские-то известны тем, что их все иновидят. Мне кажется, это психологическое состояние последователей Рериха, которое создает впечатление, что все к ним плохо относятся. Все ко всем плохо относятся на нашей мусорке. Как плохо относились к теософии, когда появилась антропософия. Как плохо Штейн относился к Ришнамурке. Ренегинон сказала Гурджи, не бойтесь его, как чумы. Я могу привести вам длинный список плохих отношений. Главное, не как к вам относятся. Главное, как вы себя чувствуете. Если вы чувствуете себя как человек, к которому плохо относятся, то к вам плохо относятся. Но если вы себя хорошо чувствуете, то всем вокруг вас становится очень хорошо. И все к вам тянутся. Все к вам льдут. У вас появляется магнитный центр, независимо от того, принадлежите вы к этому участку сада или к другому участку сада. Вы считаете, что причина в самом Рерихе? Я считаю, что причина вашего вопроса находится в вас. Что касается Рериха, то человек сложный, противоречивый, необычайно интересный, необычайно яркий, подлинный искатель. Я считаю, что это подлинная жемчужина начала XX века как поэт, как художник, как прозаик, как путешественник, как духовный практик. Удивительный человек. Но я не могу сесть с его последователями в ту часть сада, в котором они сидят, потому что меня также привлекают два-три десятка других людей того времени, для которых сердце мое открыто. И потому я дам право. А если сердце открыто для него и для другой традиции? Это самое лучшее. Укорениться в свои, глубоко пустить корни в свои традиции и быть открытым для всех других. Это самое лучшее. Иначе мы станем с вами одуванчиками, как бы вы ни определяли свою традицию. Пожалуйста. Что вы могли бы сказать за вашим поддышами? А кому простите? Про регион. В течение многих лет, десятка-двух, я себя рассматриваю как традиционалист, последовательство кино, что я умрался с вами Эвол. Это человек, совершивший подвиг и давший очень надежную опору заблудившимся людям 20 века. Это традиция высокого интеллектуализма, созданная одним человеком и его последователями. И эта традиция, тем не менее, является традицией рационализма. Она глубока и бездонна, как любая традиция. Но отмечена она рационализмом, интеллектуальной интуицией и тем тяжелым, той тяжелой поступью идей, мыслей, которые характеризуют этого автора. Я не думаю, что я могу называть себя рационалистом сегодня. Хотя очень много во мне осталось добрых, посеянных веном Шуан. Я не думаю, что рационализм это моя сильная сторона. Я думаю, что я человек сердца, а не человек ума. Хотя много лет я преподаю, пишу книгу и веду практикумы, семинары и беседы в Америке, на Востоке и в России. Еще, пожалуйста, я вам беседующее. Спасибо вам за соучастие и со внимание к самим себе. В воскресенье в 6 часов вечера у меня будет презентация книги «Веселые, сумасшедшие». К сожалению, книга эта еще не выйдет в воскресенье. Она, по идее, должна была выйти 23-го, но выйдет, видимо, 3-го или 5-го декабря. Тем не менее, это будет мой вечер в клубе Ямского поля 23-го в 6 часов вечера. Я думаю, что там бесплатный вход. И об этом я где-то написал объявление, запросил. Оно повешено, оно висит там вот в коридоре. Кроме того, там телефон, контактный телефон для тех, кто заинтересуется изданиями моего небольшого издательства «Гнозис Пресс». Это не издательство. Это издательство «Гнозис Пресс» волею судеб, не моей волею. Иной я сейчас издаю литературу христианскую, древнехристианскую и самую современную. Я издаю отцов церкви, которые находятся на грани гностицизма, апопатики и ортодорсии. Это Кирилл Александрийский, который был учителем Оригена, который получил десяток посвящений в Египте, на Кипре, в Сирии. А потом обратился в христианство и был очень широким интеллигентом, человеком 2-3 веков. Ориген, его фантастический ученик, создатель христианского благословия. Ни Рапустин, ни Паламан, Ориген был создателем христианского благословия. Человеком, который объединил христианский импульс и греческую философию, платонизм. Он вместе с Платином учился у аммония мешочника Сакса Александрии. Он был старшим приятелем Платина и был платином для христианства. Дальше Немесий, первый христианский антрополог, книга называется «О первой человеке». Амбросий Медиаланский, тот, кто обратил христианство блаженного Рапустина. Медиаланский, значит, Миланский. Он был миланским единицким. И книга Дидахе «Учение двенадцати апостолов», которая в первом треке входила в Новый Завет. А сейчас она не входит в Казахстан. София Мария, если там остались книжки, не знаю, не осталось, мы принесли с собой три книжки, одну подарили. И эти две были распространены. Это современные немецкие исследователи «Премудрости Божьей», «Софиологии». Книга написана «Включению Эйдж». И там «Премудрость Божья» рассматривается и у восточных народов, и в Индии, и в Ветхом, и в Новом Завете, и у христианских мистиков. Сейчас я буду издавать книгу современного католического визионера, вернее, два тома под названием «Through the Eyes of Jesus» «Глазами Иисуса». Трудно поверить, но Иисус явился этому человеку. Я встречался с ним месяц назад в Москве. И рассказал ему всю историю, описанную в Евангелии, только не глазами Марка и не глазами Луки или Иоанна, а глазами Иисуса. Все, что произошло с Иисусом и что описано в Евангелии, теперь глазами Иисуса. Поверить в это трудно, но прочитать интересно. Опять же, мои радиопередачи «Религия мира» проходят каждый понедельник от 7 до 8 вечера на средних волнах. Покрутите немножко, вы услышите мой голос. Радиостанция «Софили» 1118-го одежда. Каждый понедельник от 7 до 8 вечера. Итак, всего доброго вам. Спасибо. 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 И давнего друга Якова Маршака, который возглавляет в настоящее время клинику по лечению зависимости, и который является блестящим исследователем, одним из самых ярких исследователей, которых я знаю. И Яков Иванович расскажет о темах своих многолетних исследований. Путь здоровья и счастья, избавления от зависимостей, от страданий, клеток тех представлений, в которых мы несчастью живем. Спасибо. 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 Помогу назад. Простите извинения. Я хотел попросить извинения за отдание, у нас подорудив dragging колесо проходилось. а о чем говорите я думал что кеды лекции у меня сейчас не получится но может беседа какая-то будет тема беседы это немножко утрированная человеческая личность как машина удовольствия машина которая работает для того чтобы получать себе удовольствие один мой сейчас у меня гостей один профессор северо-теханского университета который всю жизнь был деканом экономического факультета христианин человек совершенно удивительный искренности и энергия которого делает то что ему нравится а когда-то он был в москве вместе с делегацией никсона и тогда первые контакты были между американцами и первые так сказать разговоры о разрядка это называлось уменьшение горки вооружения он приехал сюда вместе с никсоном и на красной площади третьем человека который разговорился с ним по-английски и хорошим английскому языке и сказал что вот сын как он внук священника православного но живет в семье сейчас где нет даже библии и очень сильная подвергность а библию купить в то время было невозможно вот это вот Кен Ховер с несколькими своими друзьями американцами на свои собственные деньги стал работать на четырех работах иногда на трех на четырех работах он стал зарабатывать деньги создал printing house то есть печатать издательство и стал пересылать в Россию на русском языке библии и библии бесплатно новый завет и это так разозлило как выбор что они послали к нему агента который совершенно полностью расстроил все их производство разузнал все эти распространения в России там многие люди пострадали ребята не тогда решили что они будут делать по-другому то есть это были такие авантюристы они например делали автоматическую подводную лодку и от берегов Финляндии они отправляли без людей наполненную книгами к берегам Прибалтики нашей у них ничего не получилось и тогда они вышли из положения они сделали 70 подпольных типографии в России и совершенствовали старый китайский шелкографический способ и стали печатать печатать и наводнили Россию либо бесплатными либо очень дешевыми битлями и я думаю что переворот сознания во всяком случае какой-то они сделали и вот этот вот самый Кэм Ховард за завтраком сказал мне что у него вообще пессимистический взгляд на человечество он не верит что человечество сможет выжить а я сказал что наоборот у меня оптимистический взгляд на человечество и вот мы стали с ним сравнивать почему и оказалось что и у меня и у него базируется примерно на одном понимании вот это он сказал что человек это машина для доставления себе удовольствия и это закрывает ему высшие сферы для достижения духовности как он это видит а я ему сказал что люди все необыкновенно разные и кто-то неудовлетворенный так сказать состоянием того как он живет и к чему так сказать движется именно неудовлетворенный будет искать другие пути и в конце концов человечество находит выходы из положения и вот моя модель основывается немножко на том опыте который у меня возник во время лечения наркоманов вот 8 месяцев как существует медицинский центр в апреле который проводят очень интенсивное лечение героинов людей героинов зависимости у нас что 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 за болезнь случилось я основываюсь на конечно таких замечательных данных новейших полученных в группе исследователей в университете Сан-Антонио который руководит профессор Кеннет человек который 10 лет тому назад написал статью который первый раз было сказано что он нашел ген в котором есть олень при расположенности к алкогольной и опиатной независимости то есть олень вот я не знаю какая аудитория здесь что такое олень это вариант наследования то есть кто-то наследует черные волосы кто-то наследует белые волосы кто-то рыжие это все разные варианты которые приходят у каждого родителя есть два варианта и один из них доминирует другом другим и доминирующий вариант он и будет выражен фенотипически это называется в жизни и вот оказывается что среди этих вот вариантов есть в том числе я имею ввиду не вариантов цвета волос а вариантов гена который кодирует один из белков мозга который называется D2 рецепта белок который сидит на поверхности некоторых нейронов и способен воспринимать или соединяться с нейромедиатором который называется дофанин и вот этот белок может быть устроен по-разному у некоторых людей он устроен так что потом эти люди если они даже немножечко начинают регулярно выпивать алкоголь они они уже дальше не могут контролировать количество и чистоту того что они выпивают чем вообще отличается алкоголизм от пьянства очень простое определение алкоголик это тот который несмотря на то что у него он либо дома либо обществе в котором вращается либо просто на работе конкретно чаще всего бывает случаются очень большие неприятности из-за того что он выпивает несмотря на это он не может остановить и снизить уровень выпиваемого вот social drinker или пьяница социальная пьяница он может пить в соответствии с той ситуацией которая его окружает и если становится опасно он начинает пить меньше алкоголик не может он то же самое не может сделать и опять наркоман и вот оказывается кем будет человек алкоголиком и пьяницей все зависит от того что же он унаследовал и вот опубликовал работу который показал структуру аллели одной и второй а один и а два когда человек может долгое время пить и не становиться алкоголиком вот кэр пришел к этому изучая декомноерхию он изучал то как же вырабатывается в мозгу ощущение удовлетворенности он он работал таким образом электрофизиологически вот микроэлектронной техникой было выяснено что существует три области мозга я сейчас покажу вот олимпическая формация олимпическая формация такая область примерно с грецкий орех который находится в центре мозга лимпической формации есть три участка таких что если туда погрузить микроэлектроды то вызывается чувство блаженства не просто погрузить но еще и подать небольшое напряжение вызывается чувство блаженства это нуклеус аккумбенс или передаточное ядро и кроме того в гиппокампе вот таким образом на схеме он здесь изображен есть два кластера клеток или две группы клеток называемые си и и и и и и и чем же образованы эти группы клеток которые можно вызывать это самое удивительное чувство блаженства они образованы в двух случаях допами энергическими нейронами то есть те нейроны для которых медиатором их возбуждающим является дофами это нуклеус аккумбенс и кластер клеток который называется си и а третий кластер клеток серии x он образован норадренергическими нейронами допамин и норадреналин немножко отличаются друг от друга и происходят они все из аминокислоты которые называются фенилоланин вот фенилоланин превращается в тирозин и так далее и в конце концов происходит вот нейромедиаторы или нейротрансмиттеры те вещества которыми клетки переговариваются мозговые для того чтобы принималось какие-то решения для того чтобы инициировалось какое-то поведение вот оказалось вот стал исследовать эти глупости стал смотреть какие же аксоны то есть я сейчас я не извините мы не познакомились вот скажите кто врачи здесь чтобы я просто мог знать какой пользоваться терминологией а кто психологи а есть люди которые просто не очень хорошо знают что такое наверное всякие нейроны аксоны дендриты так есть такое оказывается клетки нервные клетки они могут чем-то воспринимать какими-то своими отростками а могут какими-то отростками своими влиять так он стал смотреть те отростки какие же отростки влияния приходят на эти центры удовольствия и обозначил так сказать первую зону влияния а потом посмотрел на первую зону влияния какие же нейроны отсылают свои уже влияния и обозначил эту зону второй зоной влияния и так далее и удивительное дело у него сложилась очень красивая и довольно простая схема которая вот здесь у меня есть из его книги алкоголь и наркоманский ум можно так и перевести вот схема того как вырабатывается чувство удовлетворенности у человека похоже на радиосхему здесь есть какие-то пунктирные линии это подавляющее влияние есть какие-то сплошные линии это активирующее влияние и разные группы нейронов по-разному влияет это схема вернее меж нейрональные взаимодействия которые рождают чувства удовлетворенности казалось что если центры удовлетворенности у человека неактивны то такой человек испытывает страшную душевную боль которую терпеть труднее чем боль телесная и наоборот если центра очень активно человек испытывает неимоверное блаженство не только человек эта схема работает у всех млекопитающих примерно знакомых нам и делалось на группах многих группах млекопитающих такая это такой простой опыт и внедряли микроэлектрон в одно из этих конечных мест удовольствия составляли электрический простенький контур в котором был элемент питания и рычажок который мог замкнуть эту цепь этот рычажок был наружу и животное могло лапку своей нажать на этот рычажок и если давали возможность нажать лапкой животные все животные крысы кролики собаки обезьяны все делали одно и то же они начинали нажимать на этот рычажок не прерываясь до самого конца пока не умирали они не отвлекались ни на что больше ни на еду ни на один свои физиологические отправления ничто больше не интересовало оказывается вот систему он стал изучать и открыл что оказывается вот все люди на поверхности которые например нуклеусокупность вот нуклеусокупность на поверхности на поверхности этих нейронов как раз есть д2 рецепторы только именно д2 рецепторы находятся на поверхности нуклеусокупенцев и выяснилось что от них очень многое зависит от того как они устроены это первый ген в котором нашлось отклонение в работе этой схемы то есть оказывается люди с д2 рецептором который устроен по типу один у них течение этих процессов не приводит по-видимому так достаточно адекватному снабжению их чувством удовлетворенности ремонт трех местах есть ремонт здесь ремонт здесь ремонт создается удовлетворенность дальше его изучение привело к тому что он знает уже семь генов в которых есть аллеля отклоненности под нормальной удовлетворенности что он стал с этим делать рассмотрим вот эту схему с позиции того как продвигаются субстраты по цепи превращения то есть ну например откуда берется дофамин у человека сначала человек съедает что-то белов он процессирует он переваривает на отдельные коротенькие последовательности а потом эти коротенькие последовательности на отдельные аминокислоты вот попадает к нему кровоток аминокислота фенилаламин и тирозин из пенилланина может быть сделал в организме тиразин а потом все эти разные аминокислоты в том числе есть и по начинают конкурировать за ворота в мозг вообще существует 7 типов ворот в мозг какие-то ворота больше одни аминокислоты избирает какие-то другие аминокислоты избирают но вообще говоря аминокислоты все как бы конкурирует за эти ворота мозг и соответственно тому сколько соотношений каких они тогда и проникают и вот проникает допустим фенилаланин он превращается там тиразин потом превращается в дипокси фенилаланин духа так называемые потом топа нет в этот вид нейромедиатор потом норадреналин превращается потом он превратится в адреналин и все эти вот превращения они обусловливаются скоростями работая каких-то ферментов которые не делаете превращения и количеством того потока фенилаланина который поступает понимая это он стал давать своим пациентам или пациентам своих друзей он был связан например с клиникой лечения наркологической в городе спакет на востоке огромного штата в вашингтон находится на западном побережье вот там давать им смеси аминокислот и витаминов витамины являются к ферментами то есть необходимыми деталями этих биологических машин валимов ферментов вот без без витамина фермент не состоять нам не может как машины бесколесный моргий а фермент этих самых ферментов часто не хватает поэтому решил насытить организм теме которые удовольствуем и усваиваем и усваиваем и усваиваем и и которые могут проникнуть хорошо в мозг и кроме того дать подходящие субстраты чтобы усилить те или иные веточки как какие необходимы и получил сразу очень хорошие результаты он отнес эти пищевые добавки тут те вещества которые они уже это уже не витамины это немножко более широко это пищевые добавки 1 пищевая добавка мне страшно когда-то в девяностом году в этом вот самом госпитале пакет я устраиваю вам шок и они мне в качестве гонорара дали огромный ящик этих вот витамина половина витаминов еще не дня не осознавая чем я владею я половину раздал своим друзьям в америке и они не просто не алкоголиков и какие они говорят что витамины здорово работает после этого вообще настроение хорошо и целый день энергии половина я привез сюда здесь уже я стала сдавать людям у которых были проблемы с алкоголем люди которые не хотели забить как хотели держаться пока не принимая у них были эти витамины они прекрасно держали или люди которые просили чтобы их мужья или жены вышли из запоя когда им начинали давать витамины они безболезненно выходили и прощали забой то есть я увидел что это работает действительно пищевые добавки кроме того кроме того обратил внимание на то что люди которые пристрастились уже употребление алкоголе или героин героина они очень сильно портят себе портят себе схему того как функционирует у них вырабатывая удовольствие по какому же типу это все происходит для того чтобы подбудить какой-нибудь допустим дом домами энергетический нейрон надо чтобы достаточное количество дофамина попало на его рецептор на его поверхность что значит достаточно чтобы определенная часть определенная доля мы будем просто это не не совершенно не точно я просто для примера представим себе что одна десятая часть рецепторов должна быть занята оккупирован только тогда нейрон вот будиться и мы почувствуем импульс блаженства если меньше не будет выпустить и спустить так сказать мозг может только ограниченное количество допустим того же самого дупамина вдруг если появится гораздо больше дупамина и гораздо больше чем одна десятая часть будет занята нейроном то в этом нейроне начнется превращение вот эти комплексы лига рецептор проединилась будут погружаться внутрь клетки клетка будет их принимать на части процессировать эти участки попадут дальше куда-то попадут в ядро и за будут являться сигналом для того чтобы в ядре ген который по которому создается который кодирует этот рецептор чтобы он размножился или по-другому происходит амплификация этого гена доза гена в ядре растет потом уже в этом нейроне будет гораздо больше матриц которые на этих вот паприка которые называются рибосомы будут по этим матрицам на рибосомы будет производить эффективно гораздо больше этого белка так рецептора и на поверхности возникнет плотный более плотное заполнение если допустим вначале было 100 рецептора и надо было 10 из них оккупировать для того чтобы возбудить нейрон то стало 1000 и тогда уже для того чтобы возбудить нейрон надо 100 100 молекул нейротрансмиттера если человек что-то делает неправильно и у него все равно большее количество оккупируется рецепторов то экспрессия рецептора все растет и растет и потребность в заполнении увеличивается то есть мозг становится ненасытным вот так примерно происходит с теми людьми которые употребляют опиа героин героин неумеренно совершенно он не разрушается в москву способен оккупировать все эти вот все рецепторы и рост числа рецепторов очень быстро происходит и дальше человек может остановиться от употребление героина потому что уже внутренние ресурсы а какие внутренние ресурсы героина небольшой движение сколько нет почему вообще можно бы сейчас поговорить о допамине также совершенно мы можем говорить о опиатах эндогенных то есть ну вы знаете что примерно 30 лет тому назад была открыта регуляция которую назвали опиатной системой это масса всяких пептидов то есть цепочек из аминокислот это дермартины это это динарфины это энкипалины это эндорфины и эти вещества выделяются не только оказал оказывается не только нейронами но и многими другими клетками а кроме того не только нервная ткань но и тоже многие другие клетки организма имеют к ним самые разнообразные рецепторы мю каппа дельта рецепторы их подвиды этих рецепторов богатейшая система регуляции для чего то нужно и потому морфин так для нас приятен что эта система эндогенных опиатов морфин относится к экзогенам опиатов это эндогенные опиаты которые перечислены потому что система сложна и нужна и она обязательно имеет веточку влияния на систему удовлетворенности то есть это как бы обратная связь у организма и какая какова обратно если он ведет какой-то неправильный образ жизни в смысле регуляции эта система начинает неправильно регулироваться он испытывает что-то вроде боли душевной когда наоборот он ведет себя правильно то он получает как бы счастье вознаграждение за правильное поведение ну эта система присуща не только млекопитающим она присуща вообще самым древним организмам ну вот например можно сказать так что почему червяк извивается и ползает оказалось что он это делает потому что это приносит ему удовольствие то есть были открыты пептиды поздной асимметрии которые которые есть у нас которые есть у всех млекопитающих но есть не только у млекопитающих они есть и у рептилий амфилий рыб примитивных рыб даже у червей и они совершенно не изменились в процессе эволюции те же самые и оказывается эти пептиды тропные они способны присоединяться к опиатным рецепторам и рождать чувство удовольствия и только у нас эта система значительно более изощренная и не так легко достигаемо это удовольствие как у червей которым стоит пошевелиться немножко подвигаться и он тогда и получает это самое удовольствие так вот система опиатной регуляции сложна она имеет свой проект на систему получения удовлетворенности вот на эти вот центры по крайней мере два из трех центров эта система на эти два центра на дупамин энергетические центры очень хорошо влияют и когда происходит поломка в этой системе когда организм начинает то есть когда эта система начинает требовать больше чем организм может ей дать наступает состояние независимости такой организм ну человек такой человек у которого потребность в океанах выше чем тот кто может начинает жить все время душевные пользы и сейчас я возвращаюсь к той идеи которая в самом начале начал в самом начале пытался рассказать но без обзора того как в организме все устроено мне было трудно об этом говорить у нас есть система нескольких несколько центров в котором создается конечное удовольствие или конечное неудовольствие каждое впечатление каждая идея каждая мысль которая проходит в нашем сознании имеет влияние на на центр удовольствия нам что-то приятно или что-то неприятно приятные мысли или приятный способ поведения которые не очень хорошо даже осознаем мы делаем часто неприятные редко и мы стараемся их забыть когда я рассказываю своим пациентам я сравниваю это все с солнечной системой я им говорю так что вот представьте себе что солнце вокруг которого вращаются планеты притягивает эти планеты они находятся на своих орбитах потому что есть силы тяготения вот так же совершенно у нас эти центры удовольствия являются нашим солнцем и они притягивают мысли какие-то мысли часто очень прокручиваются в нашем сознании вот если посмотреть о чем говорят наркоманы в эти короткие промежутки между разными активности им надо с утра до завтрака села в гимнастику большую потом на завтрак пойти сразу почитать в ходе завтрака психологические занятия небольшой перекур идут потом опять гимнастика перед обедом и так далее весь день сами мы стараемся во времени перебором как не заговаривали о своем они говорят они говорят конечно о употреблении наркотиков других интересных тем жизни у них нет и можем поднимать счетчик с электричеством устроить там где-нибудь такое колесико на котором выделен отрезочек он докрашен красным цветом это определенная какая-то вот эта мысль или вереница мыслей они позав они находят определенные орбиты и это мысль появляется с какой-то частотой под нашим сознанием есть разные орбиты эти орбиты каждая с определенной частотой своим периодом обращения поставляют нам эти вот самые мысли для того чтобы мы их осознали приятные вот так как будто они находятся на орбите вот меркурия вокруг солнца очень часто вращаются очень близко от солнца вращаются и те попадаются по сознанию а те как которые очень приятно они куда-нибудь на орбиту сатурна засылается редко попадают на сознание а уж совсем неприятные могут быть совсем забыты выяснены и отправлены куда-то совсем ну как кометы какие которые тоже обращаются по очень дальним орбитам известное дело что люди пытаются те же самые члены семьи алкоголиков наркоманов пытаются вразумить своих родственников больных ну как же можно так ты утащил телевизор на прошлой неделе мы купили телевизор мы видим не так вот сейчас опять на его утащил и продал что там какой отправляет врачу психиатру который тоже пытается он видит что человек совершенно ненормальный вроде бы он все понимает но очень плохо у него содержится в памяти вдруг что-то переключается и он начинает вести себя абсолютно как сумасшедший тогда начинает пытаться подойти к его лечению налаживая его сознание и еще не получается это все равно как вот представьте себе что сломалась солнце в нашей солнечной системе и у него стала другая масса орбиты дозволенные для планет все перемешаются то что было близко может идти далеко и наоборот и если мы пытаемся наладить опять эту солнечную систему планетарная ставить эти планеты на свои орбиты они не будут там удерживаться значит подход к лечению такого должен быть прежде всего надо изготочить свое внимание на оздоровлении этого центра притяжения на оздоровлении солнца если нам удастся его вот только тогда можно приниматься за его сознание мысли которые можно уже тогда будет поставить на эти самые орбиты и вот когда мы говорили с Кеном Ховардом о том есть у человека шанс для выживания или нет он вспоминал каких-то своих родственников которые эти люди ничего в жизни не сделали против собственного чувства удовлетворенности и это стремление к удовлетворенности каждый раз ухудшало их состояние так что он вышел у своего родственника который всю жизнь себя удовлетворял за счет других очень юристичным в конце концов попал в госпиталь и в этом госпитале умер и его сын выступая на похороны на похорон он сказал о своем отче он говорит я последние 24 часа думал пытался вспомнить о том что же сделал мой отец хорошего жизни и за эти 24 часа я не мог вспомнить ничего этот человек умер в больнице и на него лечение общество потратила гораздо больше денег чем вся семья могла заработать большая семья могла заработать в течение всей жизни он говорит я сказал что таким образом современное общество не сможет существовать и у него очень плохие дела у меня возникла идея вот такая что действительно все мы применим удовольствие и то же самое когда предпринял свой подвиг в течение нескольких десятков лет очень активно работал наполнял нашу страну священными христианскими текстами он тоже работает на то чтобы сделать себе удовлетворение вот только наша система ценности она есть но вот система идей которые приносят нам удовлетворенность или неудовлетворенность она все время меняется происходит смена орбит и когда человек благодаря своему опыту понимает что какие-то идеи перестают его удовлетворять он их начинает забывать и отсылать на периферию приближая какие-то другие ой может быть я не очень образовались это то есть как-то у меня в мозгу это это картинка есть но пока что может быть я не не очень хорошо умею описывать но во всяком случае это модель оказалось довольно хорошим рабочим инструментом для лечения людей героиновой зависимости мы обратили внимание на то что те люди которые после нашего лечения держатся они приходят на пост лечебные такие вот собрания на занятия гимнастикой специальной то есть у нас в центре есть гимнастика которая позволяет активировать направленным образом центра зависящие от опиат центру удовольствия защит зависящие от опиатной системы это одна гимнастика и другая гимнастика которая возбуждает центра стимуляторная то есть можно так сказать что у человека существует два класса удовольствия удовольствие от отдыха и удовольствие от работы вы знаете что есть наркоманы которые выбирают себе опиаты а есть наркоманы которые выбирают себе стимуляторы и одни не понимают других совершенно вот в больших центрах американских я учился когда всегда разбивалась на две группы в одной группе дружили между собой алкоголики и опиатные наркоманы а в другой группе дружили между собой наркоманы которые кокаин и антитамин ну в общем стимулятор и те и другие считали других опять выродками а себя несчастными людьми и только когда я получил эту схему для работы я понял что же почему как это можно объяснить почему одни других не понимают опиатное удовольствие и алкогольное удовольствие они сродни друг другу я сейчас понимаю что информация для многих такая на первый раз трудно воспринимаем потом полупрофессиональная но просто у них сходные механизмы и эти механизмы возбуждение опять до удовольствия включается медиатор интеллектуальной деятельности вот когда человек интенсивно думает у него выделяется тормозной медиатор медиатор который работает самой поверхности коры головного мозга который называется гамма-аминомасляная кислота производная двухоза на будущее скажу чем больше выделяется гамма-аминомасляной кислоты тем интенсивнее она перебивает опиатное удовольствие то есть для человека который привык испытывать приятные ощущения от отдыха для него внедрение в его сознание каких-то людей которые теребят его и будет побуждает его интеллектуальной деятельности у него такие люди очень неприятные они сбивают ему то приятные ощущения опиатное и наоборот человек который пользуется стимуляторами для него вот просто на этой схеме можно посмотреть вот это гамма-аминомасляная кислота выделяется субстанцией мигра и подавляя удовольствие развивающиеся в двух центрах а опиаты наоборот подавляя это подавление вот они 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 антагонисты не только здесь и наоборот для стимуляторного центра гамма-аминомасляная кислота является усилителем удовольствия то есть интеллектуальная деятельность интенсивная стимуляторщика это дополнительная так сказать дополнительный стимул к тому чтобы они себя хорошо чувствовали и вот представьте себе как они будут между собой общаться приходит такой живчик и начинает развлекать эту компанию людей которые нанося правильный вред их ощущения а наоборот он увязает в каком-то ему же нужна поддержка для его поведения а ее все меньше и меньше он задыхается что его собственное удовольствие начинает понижаться уровня вот поэтому они и оказывается что существуют разные способы как мы можем увеличить или уменьшить свое удовольствие и человек все время этим пользуются давайте сейчас сделаем перерыв а потом я буду рассказывать о роли и так как делать при помощи гимнастики и при помощи пищевых добавок сейчас просто хочу сказать что развитие идей и я это привело меня потому что развивает направление протеологической медицины употребление пищевых добавок которые для чего-то были а для чего тоже следующий совсем немного резонов для того чтобы пользоваться пищевыми добавками они очень бессонные и сначала когда я вернулся я из америки просто привозить какие-то на свой страх и риск чемодан с собой дешевые пищевые добавки это было некоммерческое употребление невозможно поддерживать настоящую струю днести в нашу культуру нового с бизнесменом который мне предложил создать компанию он меня спросил ты можешь за две минуты сказать мне для чего нужны пищевые добавки все равно есть такой о том как по-моему это был ромбан один из еврейских мудрецов врачей которым спросили может я ошибаюсь память плохо работает которого спросили может ли он сказать сущность иудаизма стоя на одной ноге он сказал знаете да нет нельзя не делать другому того что ты не хочешь чтобы не сделали тебе чтобы не хочешь чтобы делать чтобы не хочешь чтобы делали тебе неправильно вот и я ему сказал буквально стоя на одной ноге для чего нужны пищевые добычи мы стали работать и развилась огромная компания но получилось так что у меня с ним конечно мы не сработали по разным причинам немножко разные люди с разными настроениями я все никак не могу угомониться он уже набрал какой-то определенный набор препаратов и он доволен тем чтобы их продавать а мне надо еще и другие привозить и вот мы создали новую компанию компания которая взяла на себя такое хорошее мне нравится очень кино который называется парадигма значит такой парадигма вот когда платон придумал собственную модель мироздания он сказал так что существует мир идей идеальный а наш профанический мир это только отражение как в зеркале этих идей уже по группам искаженных а где то зеркало таким образом происходят снисхождение из мира идей группы пропанический мир при помощи идеальных образцов вот образцы которые приходят это и есть парадигма парадигма называется компания которая приносит сюда новейшие продукты для того чтобы мозг был счастливым отточенным функционально и мог существовать долг мы задумались проводить целую серию книг которые уже называются счастливые долговетия активатор можно первая серия еще две книжки и вот мы приглашаем вас всех участвовать дело то что оказалось что распространение при помощи многоуровневого маркетинга довольно прибыльное дело особенно прибыльное дело для тех кто стоит у истоков стояли несколько человек которые стали получать потом десятки тысяч долларов в месяц если человек занимается этим то есть эпизодически а просто каждый день несколько дней в неделю занимается развивая не только своих личные продажи а свою сеть дистрибьюторского здесь я привез тамару тамара тоже несколько несколько слов мы втроем организовали компанию одна дама моя дальняя родственница которая опытный бизнесмен знает как делается склад как делается перевозки знает как обращаться с американскими компаниями так чтобы они не обманули не обманули мы постараемся привести по самым низким ценам и самого лучшего качества продукта тамара опытный сетевик тот человек который витамаксе очень много сделали витамакса но к сожалению бизнесмен этот вот оказался человеком не очень порядочным очень агрессивным бизнесменом очень очень порядочным мы решили тогда просто уйти хорошие люди должны просто работать вместе сделать нормальную компанию тамара придумала усовершенствованный маркетинг план и занимается в нашей компании тем как же строить политику сетей так вот небольшой перерыв делаем небольшой перерыв сделаем небольшой центр и стимуляторные лучше работают опиатные те которые с опиатными они не могут долго здесь они уходят оттуда я понимаю чтобы не отбросить у кого опиатные центры давайте делаем перерыв шприца да там все она вот видит у нее сразу появляется тень мир теней вот ты изучал мир теней нет да классная штука я и здесь изучал хотя открытый путь магазин к себе есть на втором этаже на третьем этаже ярмарка да они там рекламируют эту свою работу но они такие заумные дела там и что вот эти мир и вот когда ты появляется какой-то предмет она теряет вот это у меня вот она что делала я достал гашиш взял листочек так сделал и там подсыпал начал накручивать она как начал обливать у нее тошно просто в первой степени произошло я говорю ну как она говорит пока не знаю я не люблю вот когда идет сопротив знаешь как у меня появляется раздражитель думаю ну все когда я вообще не прекращу работать вот а потом проходит где-то две минуты две минуты она так ослабла и села и говорит все говорит я сдалась вот и прошло где-то час она сидела отдыхала и я просто подошел я говорю ну как ваши дела как вы себя чувствуете я говорю ну что титураночка дать она говорит сволочь ты госпитали Вот, и я в это время. Вот все, и прошло уже 8 месяцев. Это как? Ты работаешь на образах? Много. Что получится? Разные техники. У меня много их техник. Мне их где-то, может быть, около 40 техник. Вот это с миром тени, это на основе что? Это мир тени, это мечта образа, это высшая степень. Как тебе сказать? Если бы была у меня возможность, я тебе показывал иллюстрации, картины и так далее. Это типа гулицогенная система энергии, тоже гулицогенная, но она явная. Явная. Как помнишь, я говорил, туманные глаза, он вроде бы открыт. То есть в измененку возникают образы, ты их цепляешь с негативом. Да, 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 да и проходят дальше. Понял. Но это то, что я тебе говорил, мы с огромным делом за счет препаратов. Ага, а я без препаратов. Ну, хвала. Будет больше, по-моему, все равно будет. Поднимайтесь, пожалуйста. А, правда, наша цена, кара, будет дальше. Вперед, знания. Я же не вижу, что у нас здесь вот пекаринат-рома есть, там, селен, цинк. Это вот те первые добавки, которые когда-то я привез еще и замерил. Это добавки пекали нацплы, а потом Борич Чоев есть. Слушай, Борич Чоев я сам. Потому что у меня кончилось совершенно. И скоро будет. А? Для чего? Это для того, чтобы восстановилось соотношение простагландинов первой серии и второй серии. Особенно женщинам для преминструального синдрома. Для того, чтобы компенсировать преминструальный синдром. И для тех людей, кто страдает от депрессии. Серотониновой депрессии. Депрессии вечерней тяги к сладкому. Заходите, пожалуйста. Не надо сидеть там в зале. Сюда идите. Подходите. 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 Я здесь в перерыве нарисовал на доске очень упрощенную схему. Которая нам нужна будет. Проставим, пожалуйста. Подходите. Вот представьте себе, это вот синапс. То есть то место, где с одного нейрона передается на другой. Вот это, допустим, какой-то кусочек его передающей части, а это воспринимающей части. На воспринимающей части есть рецепторы, а она передающая передает нейротрансмиттер. В данном случае я хочу показать, ну вот какой-то это энкефалит. Коротенький пептид. Допустим, метанкефалит. Здесь он выделяется. Должен пересечь эту щель, попасть на рецептор. И тогда, если достаточное количество рецепторов будет оккупировано, нейрон возбудится и понесет дальше волну возбуждения удовлетворенности. Но, как в детской игре, допустим, есть такая игра, надо с одного берега на другой берег перебежать, а там колдунчики, которые осаливают. Здесь, в этой синаптической щели, работают ферменты, которые разрушают энкефалины, энкефалиназы. И вот на что обратил внимание Кеннад Блок, когда же я создавал свои пищевые добавки для алкоголиков, которая замечательная работа, он обратил внимание на то, что есть вещество, которое заставляет эти ферменты работать чуть помедленнее. Именно так, немного медленнее. Это вещество называется Д-данилоламин. Вообще, наши белки у животных построены сплошь из гель-аминокислот. Есть живые существа на Земле, у которых есть и для гель-аминокислоты. Это даже очень высокоорганизованные. Грибы, например. Но так они вообще не встречаются в основном в животном мире. Все построено из гель-аминокислот. И вот он дал в качестве пищевой добавки, включил туда равное по содержанию смесь L-форм и D-форм. L- и D-форм это просто молекулы трехмерные. И вот потому, куда торчит какая-то часть молекул, аминокислотный остаток, она будет лево-вращающей или право-вращающей изомером. Может в эту сторону торчать и в эту сторону торчать. То есть как бы зеркальное отображение. И вот оказывается, что L-форма является предшественником для дофамина одного из медиаторов. А D-форма является подавителем скорости работы или ингибитором постсинаптических энкефалиназ. То есть, этот мир он выделяет эндогенная пиа, энкефалин. Если этот фермент работает быстро, сюда почти ничего не сядет. Работает медленно, начинает садиться и человек испытывает удовольствие. Вот когда-то, наверное, 5-й годах, вроде этого, я начал учиться в медицинском институте. То есть, начал учиться раньше. Я опыт эти провел тогда. Я пришел в медицину, в будущем математику когда-то. Я кончал в Мехмар, в 71-м году, в университете. И стал работать в институте неврологии, и там встретился с упоминаниями интересных влияний на активность мозга при помощи упражнений йоговских. Я заинтересовался, стал заниматься йогой. Так этим увлекся, что пошел через 11 лет после этого учиться медицинский институт. И первое же исследование, которое мне поручили сделать, есть такой профессор Белкин, Орона Сарчко. Он был тогда главным психоэндекорологом Советского Союза. Он сказал, что ты говоришь, носишь мне всякие статьи по научной йоге. А давай сами сделаем какие-то исследования. Какие? Ну, как бы, уже должен знать. Я подумал, что до и после упражнения чувствуешь себя совершенно по-другому. После упражнения чувствуешь эйфорию. Я бросился в институт высшей нервной деятельности. Нужно ли померить уровень инкефалинов, например, в крови? Он говорит, ну да, декапитируем животное, бросим его голову в кипяток и померяем. Иначе нельзя, потому что инкефалиназ моментально съедят. В плавном крови происходит это, они моментально исчезают. Я решил, что нет, себе не дам свою голову на отсечение. И решил померить концентрацию алкоголя в крови. В 17-й наркологической больнице замечательно есть хроматограф с пламенно-ионизационным детектором. Очень маленькие концентрации может ухватить. И вот, поскольку Белкин у него были там сферы влияния, договорились, я померил у себя. Померил, думал, что он, наверное, исчезает тоже, там же как инкефалиназ. Но с какой скоростью? Померил у себя час, померил через час плотно закрытый, померил через 3 часа, померил на следующий день, померил через неделю, концентрация стабильная. Не исчезает алкоголь в крови. А концентрация водовольная большая. При том, что я уже 10 лет, по крайней мере, ни капли в рот даже больше не брал. Никакого алкоголя. С 71-го года я ни капли алкоголя не выпил. Ни в каком виде. И тогда я пригласил своих друзей, которые уже были моими учениками в йоге. И мы сделали такой интересный опыт. Забрали бенозную кровь до упражнений. У ребят, а два человека сидела и просто читала. Семь человек делала, а два человека сидела и читала журнала. Вот после занятий тоже, значит, минут 40 позанимались. И померили снова в бенозной крови содержание этанола у всех. И никто не знал, тот человек, который мерил, не знал никаких фамилий. Ему все номера давал. Тоже человек, который, ну, то есть мы сделали так, чтобы нельзя было узнать. А когда сопоставили все результаты, выяснил замечательная картина. Два человека, которые сидели в контроле, у них не изменилась концентрация этанола, алкоголя. А все люди, которые делали, не был какой-то разгроз. Но этот разгроз был весь выше. То есть от полутора до двукрат увеличивав у всех концентрация этанола. Это редко бывает в биологических опытах. Всегда бывает так. Люди говорят, что в среднем у нас увеличилось. Но при этом бывает такой разгроз сильный, что говорить о среднем, мне это как математику, это понятно, говорить не имеет смысла. А здесь небольшой был разброс, и все увеличились. Абсолютно достоверный опыт был. Значит, мы каким-то образом, сами не понимая, как, увеличили у себя концентрацию алкоголя в Краеве. Для чего это было? В общем, дальнейшие расследования показали. И здесь я чуть-чуть отвлекусь. Мне было очень интересно, когда я учился уже в Америке в наркологии, в штате Вашингтон, есть резервации индейские. И там, знаете, что у индейцев особенные проблемы. Там сплошь алкоголизация произошла. И я поехал с ними поговорить. У них тоже 12-шаговая система есть реабилитации алкоголиков. Они приезжают, причем государство платит за лечение их в частных центрах, очень хороших. И вот меня отвезли в резервацию, и там я встретился с удивительной женщиной. И она патриарх создания 12-шаговой системы для реабилитации алкоголиков-индейцев. Она очень старая была, женщина. И она мне рассказывала, что она помнит, я ее спросил, конечно, не так осторожно, чтобы своим вопросом не подтолкнуть ее к ответу. Но выехал такая замечательная вещь, которую я ей предполагал. Пришли белые люди и принесли им алкоголь. И они не стали алкоголиками, они стали с удовольствием употреблять его. Но алкоголизации всеобщей не произошло. Всеобщая алкоголизация индейцев произошла тогда, когда они стали вести образ жизни, как белые люди, когда они начали работать. Но этого они не работали. Удивительное дело. И вот то, что я выяснил, для чего нужен эндогенный этанол человеку. Эндогенный этанол выделяется, он может быть регулируем нами. Эндогенный этанол – это замечательное вещество, которое состоит из маленьких полярных молекул, которые похожи как ключ, который подходит ко многим замочкам, который вставляется в ферменты. Многие, которые зависят от алкоголя, вставляются в него. Поворачиваются, не обязательно поворачиваются. Какие-то связи возникают. Эндогенный этанол начинает работать по-другому. Некоторые ферменты начинают работать быстрее, некоторые ферменты начинают медленнее работать. А эти ферменты что они делают? Они обеспечивают течение биохимических процессов для поддержания какого-то режима существования человека. Режим разные бывают. И вот есть режим, когда человек отдыхает, а есть режим, когда человек работает. Ну, проиллюстрируем это на таком примере. Когда человек работает, ему надо, чтобы давление у него было побольше. Кровяное давление. А когда отдыхает, ему не нужно такое кровяное давление. Пускай оно будет в это время поменьше. И вот оказалось. Это мы померили. Что мы посмотрели дипертидазную активность плазмы крови. Это так называется. То есть с какой скоростью наша кровь будет отщеплять от пептидов две аминокислоты. Оказывается, энкефалины вот эти вот, они таким образом и разрушаются при помощи двухаминокислотного отщепления. Это и называется дипертидазной. Те, которые отщепляют. И оказалось, что если добавить чуть-чуть вот этого физиологического, физиологическим значимым количеством, чуть-чуть добавить этанола, начинает медленнее разрушаться. И как же это, вот оказывается у нас, чем поддерживается тонус артериального ручства, сосудок артериального ручства? При помощи такого пептида, который называется ангиотензин-2. В том, это октептид. Превращается он из ангиотензина-1 тем, что две аминокислоты, от того декапептида, из действительного аминокислотного, отщепляются. Так вот, когда активность это замедляется при помощи этанола, приход ангиотензина-2 замедляется, и давление понижается. И наоборот, когда убыстряется работа этого фермента, гораздо больше ангиотензина-2 получается, и давление повышается. И оказалось, что этанолом мы можно регулировать. Когда этанол чуть побольше, мы отдыхаем, и, соответственно, давление из этого понижается. Когда этанол поменьше, мы работаем. То есть этанол – это то вещество, которое переключается с работы на отдых. И человек, благодаря социализации, а на индейском это было очень действительно видно, благодаря социализации человек забыл, как же приятно отдыхать. И люди, вот когда работяга, после 8-часового рабочего дня у станка, пойдет из проходной завода в магазин за бутылкой, и вот спросишь, зачем? Он скажет физиологически точную вещь. Расслабится. Но что он уже забыл, как можно расслабляться по-другому. А что же мы, благодаря упражнениям, и я потом стал смотреть, какие упражнения, как увеличивают или уменьшают эндогенный этанол, концентрацию эндогенного этанола. Вот оказывается, тяжелые физические упражнения уменьшаются. А отдых немножко увеличивает. Медитация, просто релаксация, увеличивают концентрацию этанола. Но особенно быстро увеличивают концентрацию этанола упражнения, которые я тогда разучивал. Это упражнение в хатхо-йоге дается. Вот это наука асан. Как делается асана обычно? Человек приходит на занятия, немножко запрещенный, мышцы у него напряжены, тонус у них повышенный. Ему говорит его учитель, сделайте упражнение, которое называется вадахастасана. И вот учитель говорит, наклонись с прямыми ногами, с прямой спиной, он начинает наклоняться, и тут ему боль становится. И говорится, вот в той школе, где я учился, он говорил, делать так. Он говорит, наклоняйте, почувствовали боль. И в этот момент остановитесь. И представьте мысленно, что вы приказываете своим мышцам успокоиться. Они станут от этого более ненапряженные, более длинные и более тонкие. Мышцы, когда она сокращается, она толстая и короткая. И наоборот, когда она расслабляется. Поэтому вы сделаете это, и мышцы станут у вас немножко длиннее, и через некоторое время вы почувствуете, что можно еще наклониться. А вот когда ты начинаешь успокаивать, боль сама по себе проходит. То есть, сделал для первой ступени, наклонился, боль прошла, появилась еще какая-то наклонность, и еще немножко наклонился. Опять боль появилась. Опять остановился в этом и успокаиваешь мышцы, проходит боль, и можешь еще наклониться. Третья ступенька. За третьей ступенькой дошел в такой ступеньке. Некоторое время постоял, боль успокоилась, и медленно возвращаешься. А потом в период небольшого отдыха, когда ты получаешь за ту боль, которую себе нанес, приятные ощущения. Вот это feeling of relief, можно сказать, или чувство освобождения от этой боли. Оно приятное. Делал одно упражнение, потом это ощущение приятности, когда спадает, эта волна ощущения, начинаешь делать другое упражнение, с другой группой мышц. Вот есть книжка здесь, по йоге, в которой некоторые упражнения эти описаны. И вот в такой манере выполненные упражнения приводит к тому, что быстро увеличивается концентрация алкоголя. А если быстро увеличивается концентрация алкоголя в крови, то и концентрация опиатов, которые выделяются в ответ на боль, опиаты это противополевые вещества. Мы сделали себе больно, выделили опиаты, и выделили алкоголь, и этот алкоголь делает так, что опиаты медленнее разрушаются. Разрушаются они при помощи этой вот самой депертидазной активности. И получается так, что мы каждый раз поднимаем себе алкоголь, опиаты, алкоголь, опиаты, алкоголь, опиаты, и после выполнения упражнений чувствуем себя значительно лучше. И вот, когда мы встречались с Кианатом Глумом, я не мерил, как воздействовать алкоголь на инкефаленазы мозга. Это изоферменты. И я думаю, и вообще, стоит продолжить эти вот исследования, я думаю, что так же совершенно, как на инкефаленазы плазмы крови, алкоголь замедляет их работу. Почему возникает ифоризирующее влияние алкоголя и рецепторов для алкоголя в мозгу не найдено. Но на ферменты он влияет. И вот, замедляя скорость работы инкефаленаз, алкоголь делает так, что больше садится эндогенных инкефаленов на рецептор, и человек чувствует опиатное умудротворение. Что происходит дальше с алкоголиком? Допустим, он испытывает, если не при помощи упражнения, он испытывает удовольствие от алкоголя, потому что затормозил сильно работу, начинает употреблять и употреблять а ферменты печёночные, которые стоят на страже и которые начинают индуцировать, так как недозволенное количество внешнего алкоголя начинает принимать, это так называемый микросомальный термоукисляющая система, начинает развиваться. Их больше становится. Больше клеток таких и больше в каждой клетке этих ферментов. И тогда уже сколько человек не наделает алкоголя своего собственного, эти ферменты всё разрушат. И алкоголика становится гораздо меньше, это тоже 17-я экологическое намерение, оказывается, гораздо меньше уровень эндогенного этанола алкоголиков чем-то нормального человека. И у него эти ферменты всегда на стрёме, они всегда работают очень быстро. и он всегда недовольстворён. А если он тогда большие дозы алкоголя, то могло быть ещё и так, что он слишком много приносит сюда, на эту сторону, леганда, слишком много погружается в леганда рецептор, инкиполиназа, внутрь клетки, это возбуждает активность все ядро, и оно всё больше посылает матриц на рибосомы, чтобы создать эти, создаются всё новые и новые, и вот как только создаются новые и новые рецепторы, тут уже даже пускай и инкиполиназа, которая замедлена, всё равно этот передающий нервон не сумеет делать так много антифалинов, ему надо всё больше и больше стимулировать, и он всё время уже становится недовзуетворённым такой человек, ну а что с героинами наркоманами, они просто приносит сюда огромное количество веществ, веществ, инкиполиназа, то есть инкиполиназа не могут их разрушить, и они создают здесь огромное количество рецепторов, вот тем и сродни алкогольная зависимость и героинная зависимость, и он сказал, а давайте попробуем, каким образом мы идентифицируем, что есть рецепторы, при помощи всевозможных антагонистов, агонистов и антагонистов, то есть те веществ, которые воспроизводят действия, именно запрещают действия, ставят опробку на бутылке, заслон, и попробуем вместо разных антагонистов, вот есть такой антагонист, который в лаборатории использовался, но локсон, стали делать инъекции, выяснилось, что это 4 часа действует, а потом прекращается действие, а он быстро проводится с организма, попробовали другой, ноутриксон, и выяснилось, что ноутриксон действует в 48 часов, он находится и действует в организме, и вот он предложил, и ноутриксон стали использовать, это сейчас единственное средство известная которая не только запрещает удовольствие опять но если полгода его принимать длительный по крайней коммуне то экспрессия этих рецепторов уменьшает то есть потребность опиатах постепенно снижается вот что придумал для этих самых лечений он придумали пищевые лекарствами сейчас к сожалению кеннад блум не публикует все свои исследования начальный он публиковал и моментально у него все подобрали триксон фарма монополизировала и во всем мире его запатентовала теперь они делают построили завод работает на весь мир надрываясь как узвание службы девки посылает в америке так называется ревая в германии не миксин во франции на лорекс а все это вещество это уже но триксон кроме того пищевые добавки которые он сделал 4 как какая фирма не производящие пищевые добавки все они пытаются эти пищевые добавки сделать это не получился сказать никаких денег а он решил что он создал очень интересное если он сделал исследование интересное для общества и создал все препараты которые могут помочь обществу выжить я должен иметь достаточное вознаграждение хотя бы деньги он не наверно не жадный человек на эти деньги можно создать дальше увеличить мощность направлений вот исследования в этой области этот красотчик который добился большого права понимания вот он знает сейчас 7 генов которых есть отклонение создание удовлетворенности что происходит таким ребенком у которого который рождается у него не только удовлетворенность не хватает на поведение другое он начинает искать как вот вести себя так все-таки получать удовлетворенность ну например он по нему начинает понимать что даже если его на драле покупки ему было интересно больно но зато душевные мы станем более комфортно и он начинает вести себя наоборот родители могут одно другое дело ему шлепывает и тут он получает это само удовлетворение или он начинает беситься используя свой какой-нибудь тот центр который у него лучше работает он не может быть состоянии внимательность не может сосредоточить внимание и вот сейчас во всех изучается синдром синдром недостаточно внимательности почему потому что у детей он проявляется все больше и больше вот у меня есть очень хорошая книга тоже заметно привезенная редкая такая толстая синдром торетто и человеческое поведение в котором записывается что оказывается есть ген от которого печеночный от которого зависит потоки трептофана соматического и нейротропного который идет в мозг и если у такого ребенка а у такого ребенка недостаточно для него слишком обедненный поток трептофана и это приводит к тому что вся схема работает не очень хорошо у него вот видите серотомин который получается из трептофана здесь он может активизировать работу сразу двух центров по опиатному удовольствия лишь бы был серотомин здесь а если трептофан не хватает то ни с чего его сделать и вот здесь такому маленькому ребенку дают детстве конфетку начинает испытывать огромное блаженство он начинает начать трясти при виде конфетки и за прямой слика ответа о скором употреблении этой самой конфетки начинает манипулировать родителями чтобы получать конфетка родители начинают манипулировать им при помощи этой конфетки и начинается развитие этого может быть так сказать дисфанкшен в бухе его отклоненного поведения ну понятно что когда увеличивает поток трептофана и гипоталям все создается серотомин который а почему может отличиться за счет конфетки за счет того что сладко поднимается концентрация сладкого инсулиновый выброс сразу на это организм не может терпеть повышенное содержание глюкоз это вредно для него очень и выделяет инсулин убирает депо за все аминокислоты разветвленные оставляя только те у которых ароматические кольца остатки это гистидин пенилоламин трептофан относительно содержание трептофана увеличивается поток его в мозг увеличивается успешнее завару это конкурирует попадают сюда и человек испытывает опиатное удовольствие и вот оказалось что генетика очень сложная это 7 рецессивное наследование они разрабатывать выясняют как же наследуется нет дозы гена этого или способность давать тот или иной тот той или иной мощности поток криптофана у разных людей по-разному представлен и мы можем сказать себе что от того какую пищу мы едим если мы едим очень сладкую пищу то очень много людей будет подвержена расстройку этой системы если мы едим не очень сладкую пищу то только не отправить из людей все равно есть такие жестные такой мощности криптофан диоксигеназа как все равно для них даже немножко гликемическая пища будет повреждающим фактором из-за этого я хочу сейчас наше общество находится особенно российское в аппарате недавно как говорили статья и не статья киселев говорит по в итогах о том что россии ожидает тихая смерть из-за того что целое поколение молодежи пристрастилась героиня сейчас нам двенадцати летнего 12-летняя девочка целыми подъездами происходит заражение этой болезни почему это происходит потому что с одной стороны у каждому так пришла от другой стороны наши дети испытывают отклонения удовлетворенности они все время чувствуют себя не удовлетворенными потому что у них поели сладкой пищи они все сладкоежки и самые героиновые наркоманы страшные сладкоежки они спасаются эти но это на 15 минут потом огромные дозы инсулина выводят глюкозы создают им приятные ощущения по серотониновым то есть по опиатному типу а потом глюкозы слишком мало и они испытывают депрессию им ничего не надо чтоб только к ним не приставали диспории такая выступает а потом наоборот мозг похватывается выделяет гормон про гормон стресса адренокурс кортикотропный гормон воздействует на надпочечники они выбрасывают адреналин и глюкокортикоиды и опять из дыбу уводит глюкоза кровоток но при этом эти люди раздражены извинчены агрессивно них адреналит крови и в этот период тоже им хочется как-то избыть эту свою раздражительность это же принять на фоне эпидемия это создается из двух интерференции двух мод физиологической потребности которую которая родилась благодаря тому что произошла пищевая революция очередная в перестройки новый рынок продуктов пищевых гораздо более высоко гликемичных чем было раньше америка спасается от этого при помощи серотониновых антидепрессантов такие ингибиторы специальности проценты которые вот как его депрессии те тяги к сладкому спасает их тем что подавляется обратный захват серотонина и очень многие люди в америке едят трата и вот если в интеллигентной семье отец замечает что его сын не справляется с учебным планом плохо учатся плохо себя ведет он его ведет психиатром и ведет его например доктору аминова в клинику поведенческой медицины в сан-франциско у того не замечательный прибор окно в мозг работающие за 15 минут он делает полное обследование мозга здесь цветами обозначена как как активность мозга в каждой точке его красный свежий это высокая активность и низкая активность и промежуточных по спектру как и цены каждый охотник желает бренде сидит позану таким образом уменьшается активность доктор амин заметил что нормального учащегося человек ребенка допустим префронтальная кора если ему дают задание перед заданием покойная а когда начинает выполнять задание она начинает двигаться в красную сторону спектра а у ребенка и деби с отельско дается дизорда в котором не хватает внимательности у него его как запирает у него после выполнения и когда он начинает выполнять задание у него на просто снижается активность этого участка коры и таким образом он сумел 5 типов этот же деби с дизорда по разным вот реакциям разных областей коры их расплассифицировать оказалось что для разных типов нужно разные лечения кому-то нужно дать риталин кому-то надо это похоже на стимулятор который не будет на небольших дозах кому-то надо дать еще что-то нашел целый спектр лекарными а дальше начали думать о том что не только лекарства нужны лекарства это то что и вредит тоже а надо найти среди класса тех препаратов которые можно принимать всегда но которые не будут иметь никаких побочных эффектов это и есть пищевые добавки и вот сейчас создаются пищевые добавки которые работают не хуже чем лекарства вот недавно такая пищевая добавка была сравнена прозаком было сравнение прозака такой конфигура с таким такой смеси 5 гидроксифриктофан гиперрицин это питостерол из-за рабоя и витамин b6 и оказалось что его лечебный эффект не меньше чем прозака но если прозак плохо влияет на кроветворение то это пищевая добавка плохо не влияет ни на что она пищевая добавка и можно принимать всегда и вот естественно парадигма у нас еще пока что ее нет но уже есть заказ и скоро это добавка появится у нас коллекция и это добавка нужна сейчас все все родители во-первых сами родители вы познаете под наши политики приходят худенькими а через некоторое время до стеет на глазах вы думаете из того что они становятся богаче нет да вот они становятся более нервными они себя по вечерам начинают награждать за все три волнения сегодняшнего дня этой отдельной опиатной едой сладкой едой и как это отдельная разговор очень интересная тоже как гипергликемия и гипогликемия как они вот реактивный гипогликемия как она как создает тучных и какие пищевые добавки нужно для того чтобы это все предотвратить и делать людей нормально и вот это книжки отчасти от лица куда скоро выходит вот частично уже проблема совершенно понята частично она есть очень хорошая идея как улучшить сильно вот эти вот пищевые добавки по борьбе оживления понятно что это вот что реактивная гипогликемия которая дает сейчас все эти вот болезни 20 века это атеросклероз гипертоническая болезнь соответственно эти инфарты инсульты это нарушение болезни на нарушение работы желудочно-кишечного тракта разных его отделов все эти 20 болезни двадцатого века они появились в результате всего одной болезни это болезнь пристрастия также как алкоголик не может контролировать количество выпитого также современный человек уже не может контролировать количество съеденного сладкого не может уменьшить его соответствии со своими нормальными своей нормальной физиологии он ест больше чем нужно для удовлетворения своих именно для для удовлетворения своего чем ему можно помочь во первых можно ему рассказать какое нападности а во вторых не только рассказать ему надо пищевые добавки которые помогут нивелировать разные аспекты вреда вот этого поведения вот это мы и должны с вами сделать я просто всех приглашаю я на некоторое время уступлю до мария тогда а потом немножко еще расскажу о той гимнастике которая для того чтобы увеличивать активность активаторного центра нужно про 5 центра я немного как более-менее рассказал какой гимнастикой и почему мы можем увеличивать опиатное удовольствие а потом я расскажу как активаторное удовольствие и как мы построили систему обороны против вот этой вот болезни в нашем центре как мы даем навыку человеку чувствовать себя счастливым когда он выходит из центра несмотря на то что у него героином и растяжки до трехступенчатой растяжки и релаксация трехступенчатой растяжки и релаксация и вот растяжку вступают разные группы мышц костей сухожилий это я не описываю гимнастика описываю манеру конечно там есть сейчас тамара расскажет о компании о том как работает компания и как приносить как они американцы любят говорить ситуация которая дает победу из той и другой страны это не борьба а наоборот это синергизм потому что с одной стороны вы зарабатываете себе независимое экономическое существование а с другой стороны вы несете людям то что им нужно единственное что люди не знают что это им нужно для них это все продукт а надо это сделать товар что делает товаром продукт пробуждение желания человека его купить человек платит не за продукт чтобы удовлетворить свое желание иметь эту вещь а для этого надо знать как ее опыт как продукт употреблять и вот в этой компании знание является тем фактором который вы будете зарабатывать себе хорошую социальное положение на экономической чем больше знаний вы сумеете отдать этим людям тем больше по сети распространится это знание и тем более агрессивно сеть будет переучивать население показывая им их нужду про которую они не знают раньше вот таким образом происходит движение в одну сторону знания другую сторону и в эту сторону и знание и и товара и в другую сторону денег итак о маркетинге я шесть лет работаю мобилизмом в основном долгое время занималась продуктом мы работаем с людьми работаем с врачами изучаем как работают продукты потом же столкнулась с тем что работая в разных компаниях я обратил внимание что система распространения продукта сама все на себе порочна идея неплохая идея это отдать рекламу руки тех кто это потребляет но система распределения денег она вводила в определенную зависимость для того чтобы получал как бы новая наркомания наркомания от денег для того чтобы заработать больше денег нужно было проявлять агрессию и если вы будете изучать системы маркетинга те которые сегодня распространят компании которые сегодня распространяют пищевые добавки достаточно агрессивным маркетингом где нужно чем выше вы поднимаетесь тем больше вкладывать то чтобы развивать развивать и развивать причем если вы останавливаетесь в этой ситуации вы потеряете все что собрали и поэтому вы попадаете в ту же самую зависимость как наркоманы наркоманы от денег поэтому маркетинг который мы создали мы его просчитали у нас как как интересно получается мы соединяем себе разные специальности как вы сегодня услышали у маршака две специальности это техническая и медицинская и вот те люди которые к нему присоединяются то уж как право иметь место за специальности я тоже технику опознавания я технаний обучил на авиатронный институт радиофакультет причем интересен что у меня себя опять уже две направленно это математика и физика вместе причем физика который очень близко к медицине когда я занялась уже медициной я увидел очень много взаимных проникновений технологии лучше у меня окончил тот же факультет и увлекся потом психологии получилось что мы вот соединили все эти специальности вместе вот создали этот маркетинг который очень похож на то что мы пытаемся сделать уже на биологическом уровне значит мы ушли от агрессии как таковой и наш маркетинг называется сегодня абсолютно накопительным у нас нет сброса того что вы создали до того в течение месяца нет сброса и маркетинг копит все ваши баллы то есть все ваши успехи копится все вашу все время работы на фильме но еще мы ушли от одного момента так называемого момента захвата людей которые ничего не делают у нас все таки каждый месяц надо делать хотя бы что-то для того чтобы продвигаться по так называемой карьерной лестнице и стимуляция идет развитие естественно вши но если вы остановились месяц два-три у вас остается возможность вернуть все ваши достижения то есть сброса не происходит никогда я пока говорю общие слова для того чтобы вы просто посмотрели на то на что надо обратить внимание итак во всех прочих маркетингах когда вы только начинаете работу выставляется определенная планка которую вы должны делать независимо от того на каком уровне вы стоите мы делаем захват по минимуму когда вы только подписываете контракт ваш необходимое дело которое нужно сделать это 25 понятие балла надо объяснить обвязать надо как бы совсем вначале ухожу из чего состоится на любого продукта который продается на ручку включая книги продукты питания все что угодно это не цена производителя завода производителя затем есть достаточно длинная цепочка это доставки товаров потребителям затем есть последняя цена наценка это что забирает себе продавец к ней присоединяется цена рекламы и только после этого получается продажная цена то есть розничная по которой товар продается на ручке значит очень большую долю вот от всего вот этого съедает реклама это где-то порядка 95 процентов естественно достаточно много берет себе продавец и плюс вот эта вот цепочка уже поставщиков система мульти-левел маркетинга взята на самом деле из распространения продукта наркотиков развитие на основное свое получила в конце прошлого века начале этого а уже как научная теория она возникла где-то в 46 году и тогда она как научная теория была распространена на систему продажи продукта так называемого интеллектуально нагружения продукт этот обязательно должен быть необходим всем он имеет интеллектуальную нагрузку токового что по обычной рекламе его продать невозможно то есть повесить щит на улице или дать рекламу по телевидению объяснить как это употреблять невозможно вы сегодня даже на сегодняшней лекции убедились что настолько он индивидуален этот товар что невозможно его коротко объяснить что это такое и тогда создается другая система эта система мульти-левел маркетинга многоуровневая система распределения финансовой информации и вот уже по вот этой сетевой системе распространения товар доходит до своего потребителя это сеть когда мы обучаем небольшое количество людей а это небольшое количество обучает других и так система распространяется и цена продукта складывается из цены производителя и плюс то что делится между вот этой сетью это сеть и реклама и поставщик и все о чем я здесь уже перечислил поэтому система распределения денег по вот этой сети и называется мульти-левел маркетинга многоуровневая система распределения теперь что такое балл на самом деле без баллов можно было бы обойтись если бы у нас была четко совершенно цена то есть рубль стоил рубль но, к сожалению, постоянно плавает и поэтому цена продукта конкретная она должна иметь определенный эквивалент независимый от определенной экономической ситуации и количества звеньев между товаром и потребителем и поэтому есть определенная вот эта сеть и она плавает что это такое условное обозначение доллара у нас на фирме 1 доллар равен условно 0,85 баллов это условно потому что у нас есть разный товар у одного больше балловая нагрузка 0,7 у другого 0,8, 0,5, 0,9 это все зависит от того с каким товаром мы работаем есть товар который нужно долго и нужно объяснять долго вести ну вот предположим есть такой товар как очистка желудочно-кишечного тракта его нужно вести долго потому что мы объясняем поэтапную систему восстановления функций желудочно-кишечного тракта и нужно за человеком следить при помощи на патронотовца больше а есть допустим косметика я беру вот такие две крайние вещи с косметикой не надо долго возиться там все достаточно просто расскажи что вот такие питательные кремы вот такие они кислоты вот такие отшелушивающие компоненты мы потратили немножко времени дали маленькую рекламу мало необходимо затратить труда и поэтому такой товар достаточно дешевый и у него балловая нагрузка другая кое-где мы снивелировали для того чтобы выйти на среднюю цену и поэтому где-то у нас для производителя получается дешевле а где-то лучше на самом деле определенная нивелировка существует но балл тем не менее это просто определенный коэффициент и когда вы осуществляете продажу товара то мы должны узнать сколько должен быть критерий оценки вашего работы так вот этот критерий и есть балл то есть мы почему-то считаем объемы ваших продаж и сколько людей вы делали привлекли вот это балловая оценка когда вы только подписали контракт то есть начинаете с нами сотрудничать по сути дела это работа но на самом деле мне кажется это больше такое слово сотрудничество вы заключаете контракт и получаете свой компьютерный номер значит вот система мультивейного маркетинга развилась тогда особенно развилась когда нам на помощь пришли компьютеры потому что вручную учить это все невозможно заключив контракт вы в компьютере получаете свой номер и с этого момента вы получаете право на покупку товара со скидкой стандартная скидка это 30% то есть розничная цена и непосредственный продавец вот эта дельта которая может превратиться в ваш заработок в 30% и у нас это забито именно в планке то есть есть цена она условно называется оптовая на самом деле можно купить одну баночку то есть понять опцию здесь отсутствует но вы получаете компьютерный номер покупаете эту цену так называемую по складской цене а если вы его продаете то мы очень просим вас продавать два парня вот эти 30% это ваш заработок он не обязательно ваш он будет заработком тех людей которые будут ходить и раздавать этот товар по потребителю мы просим эту цену не сбивать потому что иначе вы нарушаете всю экономическую стройность этой системы если вы не хотите продавать или кто-то не хочет мы говорим хорошо подписывайте контракт у нас товар такой который будет вам нужен всегда как только человек контракт подписал он получил право не только на 30% и скидку но и на бесплатное получение информации это тоже большой плюс мульти левела потому что мы в основном хотим учить не только продавать сколько учить продажи это просто экономическая поддержка у нас и вам получится то есть как-то надо оплачивать и так вы получили 30% скидку она у всех одинакова независимо от всех равных какие только существуют вы получили бесплатное плава на обучение и вы получили право на развитие своей сети то есть получив компьютерный номер вы можете под него подписать еще кого-то что дальше получается все баллы ваших закупок падают на ваш компьютерный номер и все баллы людей которые делают закупки под вами то есть людей которые привлекли к работе тоже падают на ваш компьютерный номер а не просто элементарно суммируются баллы суммируются от всей сети и вот уже в зависимости от того сколько баллов находилось на вашем компьютерном номере вы начинаете получать систему компенсации то есть система у нас это называется скидок на самом деле это премии или бонусы как они называются вам то есть чем больше у вас налогов тем больше бонусы вы получаете бонус считается раз в месяц по итогам месяца а баллы копятся постоянно и позволяют вам расти по карьерной линии ну и теперь давайте просто посмотрим какие еще некоторые нюансы мы привели в свой именно маркетинг чем мы отличаемся от других на начальном этапе необходимое количество баллов которые нужно сделать чтобы расти по карьерной личнице 25 то есть закупка где-то ориентирована ориентировочно на 30 долларов а всем остальным маркетингом с самого начала вы должны сделать закупку в 100 долларов и всегда и так 25 закупить на себя попробовать продукт нигде не можете его продать с определенной прибылью и развивая сеть суммируя на себя баллы вы принимаете все выше и выше чем мы отличаемся от прочих маркетингов там выплаты премиальных начинаются где-то с определенного уровня этот уровень начинается как правило это не всегда так но как правило где-то на общем накопленном объеме в 1000 баллов мы начинаем выплаты прямо сразу составляем то есть вы только подписали контракт сделали первую закупку подписали первого человека подвали и 5 процентов так называемой первой линии вы получаете обратно в эту премию то есть вы тут же получаете более дешевый продукт чем остальные остальные фирмы поднявшись на уровень консультанта это 250 баллов накопленного группового объема то есть свою собственную группу подвали вы получаете захват все более глубокий по уровню вниз и не буду сейчас подробно описывать это достаточно много времени но если стажер захватывает только свою первую линию 5 процентов то консультант замазывает уже все что созданы и получает 5 процентов обратно от их объема когда вы достигаете уровня ассистента это 1000 баллов накопленного группового объема вы начинаете получать повышенный процент группы консультантов и со стажеров этот процент равен уже 10 а не 5 если под вами выросла группа ассистента такое тоже бывает очень часто вы получаете с него то есть у нас это называется уровень получаете 5 процентов в нашем маркетинге нет мертвых зон хотя в других маркетингах их очень много поэтому работая вы всегда получаете хоть минимум но обратно группа человек имеющий ранг ассистента должен выполнить 45 уже баллов закупки это где-то ориентировочно на 50-55 долларов и со своих собственных закупок он получает 10 процентов назад то есть продукт который он покупает становится ему дешевле не только за счет конуса снижней но и за счет того что он сам себе покупает товар дешевле естественно он может продавать его сам его часть прибыли уже не только 30 процентов а еще 10 его баллов и плюс премии снижней группа управляющие это 3000 накопленного группового объема как вы понимаете накопление идет на протяжении месяца в месяц и закупка необходимая дополненность это на 25 баллов с них вы получаете уже 20 процентов обратно то есть вы закупили на определенную сумму 25-20 процентов с вашей покупки с баллов и превращается назад и повышается премия до 20 процентов с группой стажеров и консультантов и 15 процентов с группой ассистентов вы стимулируетесь на развитие все большего и большего количества людей в сети но группа управляющая это как правило уже группа именно группа занимающаяся обучением директор это 7000 накопленного группового объема необходимая закупка тоже на 85 баллов возврат собственных закупок 25 процентов группа консультантов и стажеров 10 ассистентов и только 5 группы управляющего это сделано умышленно здесь такой небольшой возврат именно сделан для того чтобы дать понять директору что под тобой растет сильная личность чтобы не тормозить в развитии сильной личности как только управляющий приходит на директора директор директора получает 7 процентов то есть идет увеличение выбросы обратно мы пошли по сочетанию двух маркетингов двух стилей маркетингов групповой маркетинг и линейный значит если кто знает какая разница сейчас он поймет на какую хитрость мы пошли обычные маркетинги которые сейчас классуют на западе маркетингов от понятия групповых маркетинг пошли потому что там другая система идеологии распространение продуктов там система такая с первого уровня вы получаете 7% со второго семь и так до с шести уровней есть системы, когда вы с первого ближайших уровней получаете по проценту а с дальних получаете по 7 есть такие варианты где например ближайших вы получаете мало процентов, потом больше, потом меньше. Суть одна и та же. Вы получаете только с тех линий, которые под вами простроены. Ушли от принципа групповой работы. Мы в нашей стране от системы групповой работы уйти не можем, особенно в распространении нашего продукта. У нас очень важен коллектив. У нас очень важен ведущий, который является идеологом работы. И очень важна сеть, в которой он воспитывает и обучает. Поэтому уйти от групповой системы распространения продукта мы не ставим. Но когда люди становятся независимы друг от друга, то есть директор от директора, по сути дела, уже независим. Это уже достаточно крепкие лидеры. И вот с этого момента мы переходим уже на систему линейности, когда директор от директора с их групповых объемов получает 7%. Когда мы встали на уровень директора первого ранга, сколько свои собственные зиму тысяч накоплено в объемах, мы стимулируем вас к развитию работы дальше и даем возможность вам получения 7% с двух этажей директоров по 2. Независимо от того, как они стоят. У вас еще никого нет, а потенциал получения 7% с групп, это совершенно другие объемы, вы уже получили. Но при переходе на статус директора второго ранга мы хотим простимулировать вас к работе и сказать, что нужно развивать не только вертикально, но и горизонтально. И вот здесь мы ввели так называемое правило баланса. Когда объем, принесенный самым активным лидером вашей сети, не должен превышать 2 третий от суммы вашего собственного объема и от объема создавать по остальным сетям ваших сетей. Понятно сказал? Не очень. Значит, смотрите, доска маловато признависов. Вот вы создали сеть. В одной из веток этой сети создалась мощная группа, то есть довольно активный лидер, и у него достаточно активная сеть под ним. А вы сами, по сути дела, ничего не делаете, только покупали свой необходимый товар на выходе из вас. Когда нижний директор выталкивает вас на рамки второго уровня, это 20 тысяч накопленного кругового объема. В этот момент проверяются финансы ваших сетей. Берется ваш объем, который сделан за все время работы, за все время работы. Берется та сумма сети, которая не является основой, и вот вся вот эта сумма сделанных объемов не должна быть меньше, чем 1 треть от основного лидера. То есть вот это вам должно принести 1 третий, а вот это 2 третий. Если это правило соблюдено, вы встаете на рамках второго уровня второго директора. Если вы не выполнили, то есть у вас вот здесь не треть, предположим, а здесь будет 5, 4, 5, нет, не так, 4 пятых, а вот здесь будет 1 только пятая, то по сути дела вы оставитесь на уровне директора первого рамки. Какая, собственно, разница? Почему надо рваться выше? Здесь вы захватываете 2 уровня по 7% директорских групп. Личную группу вы захватываете на всю эту рамку. А вот встать на директора второго ранга вы захватываете уже 4 уровня директоров. И чем выше вы поднимаетесь, тем больше уровней директоров вы захватываете. И каждый раз прибавляйте по 2 уровня. Единственное, что нужно выполнить, это правило баланса. Только не забывать, что нельзя ехать на одной шее. У нас это так называется. Или на одной ноге. На одной весе. Поэтому вас стимулируют к тому, что вы тоже немножечко работали. Выполнив правило 1-3 по остальной части сети, вы всегда будете подниматься выше и выше. Если вы в месяц квалификации, у нас это называется так, не выполнили это правило, ничего страшного не произошло. То есть, похватившись на следующий месяц, можете развить свою сеть и догнать ушедшего от вас лидера. То есть вы его никогда не потеряли. Вам нужно просто немножечко поактивнее начать работу. То есть люди, которых вы подписали, от вас никогда не уйдут. Вы только теряете возможность захватывать все большую и большую глубину вашей сети. У вас всегда остается потенциальная возможность их догнать. Развить вторую половину своей сети. Маркетинг, в котором невозможно сутереться. В котором всегда есть возможность догнать них. По сути дела, мы стимулируем вас к работе. Но даже если вы ленивы, даже если вы не хотите работать, а просто нашли своего лидера, который принес вам определенную прибыль, фирма говорит вам за это спасибо. И два уровня перед второго, работающих под вами, вы будете доставать всегда. Не забывайте, что вы вышли на этот уровень, суммируя баллы тех, кто работает под вами. И участвую лично в этом подробности. Вот, собственно, основная суть. Теперь вот вопросы, если есть. Я обычно читаю на аудиториях, которые знают, что такое мультивиевый маркетинг. А когда я читаю на аудиториях, не знающих, что такое мультивиевый, я начинаю там с самых озлых. Это отдельная лекция, которая рассчитана где-то час-полтора. Поэтому я сейчас так очень сжато сказала и вполне допускаю, что вы мало чего поняли. Значит, если у вас есть вопросы, если есть только заинтересованность и вопросы, по понедельникам метро Алексеевская Кулаков привела в Дома-11. Я приглашаю вас в 5 часов. Там мы проводим как раз презентацию, короткую презентацию по продукту и длинную, как раз, как вам ответили. То есть понедельник у нас настроен на экономическое обучение. А по средам у нас обучение происходит общая анатомия патологии и цепочка возникновения заболеваний. Мы начинаем свои занятия в 2 часа. Затем у нас читает экономист-психолог 4 часа. И затем Яков Маминович Маршак в 6 часов читает уже редко непосредственно по продуктам, авторизирующим работу мозга. То есть среда у нас такой вот ударный день, который может прийти к нам и получить сразу много информации. В остальные дни в 5 часов у нас читают врачи-специалисты. Это врач заболевитера естественного синтеза белка. Он читает о ее веду. На уровне химических процессов в организме и работаем в градиентах. По четвергам у нас лекция по косметике, причем тоже с рассказом о физиологии кожи и волос. И по средам у нас читает кандидат в медицинские науки Елена Чалфёдоровна. Она читает уже проблемы дисбактериоза. В основном это работа желудочно-кишечным трактом. Сейчас подключаются еще специалисты, гастроэнтерологи и психоневрологи. То есть это дни у нас обучения с понедельника по пятницу каждый день. Значит, в удобное для вас время. Мы читаем за вечером. Приходите в наш центр. Я отвечу на все вопросы. Подпишите контракт, если вы хотите работать. Это бесплатно. Все бесплатно. Обучение бесплатно. Подписав контракт, заплатив 6 тысяч российских рублей, вы получаете право на бесплатное обучение и 30-ти процентную скидку в получении продукта со складом. Уже тысячи долларов. Соответственно, долларов. Да, один доллар. Вы постепенно будете, наверное, изменяться. Скажите, а какие тут абсолютные показатели существуют? Что такое абсолютное? Сколько, грубо говоря, получает стажа, сколько получает дирекцию? Все зависит, опять же, вот, вы знаете, один и те же вопросы, вот эти церинги, это все зависит от того, какую сеть выразили. Значит, в среднем мы считали, по объему продаж, в среднем мы считали, ленивый на уровне директора, в среднем, получается 100 долларов, активный 500 в месяц. Это так, это если разбивка не так определенная. Предположим, вы стоите на уровне директора, а у вас работает целая группа стажеров, все только-только начали. Они сделали, на тысячу баллов объем продаж. Вы, как директор, получаете с этого 25%. Вот вы посчитали, это, так называемый, самый активный вариант. Если под вами работают статусы уже различные, то есть вы постепенно расключили свой бизнес, в этой ситуации вы начинаете делиться с нижней. То есть постоянно идет пределение внутри группы 30% от объема продаж. Вы можете рассчитать, сколько вы при этом получаете. Когда вы поднимаетесь на уровень директора, высших рангов, вы взяли уровень президента и посчитали по математической модели. Сколько получает президент, у которого активно работает вся сеть, какая только может быть. Значит, там заработок стал равняться 500 тысяч долларов в месяц. Это архи-нереальная ситуация, потому что никогда все активно не работали. Но мы посчитали специальные максимумы, чтобы вы могли понять, до чего можно дойти, активно работая в этой сети. Но не забывайте, что пока вы доберетесь до уровня президента, у нас это тоже нужно было улыбку, потому что как у вас. Сейчас, минутку. Не забывайте, что когда вы встанете доберетесь до уровня президента, все эти стадии вы должны пройти. Все градации. В зависимости от объема продаж под вами, вы получаете то или иное вариант. Все математические модели, возможные в этом бизнесе, мы просчитали. Они реальны. Я просто хочу сказать, что когда я уходил из Гритомакса, я работал на уровне рубинового директора. Вот это где-то на одном из таких уже уровней, и у меня чеки были 7 тысяч долларов в месяц. Хорошо. А на крыше вы сколько платите? Что? А на крыше вы сколько платите? Вот чем, сейчас скажу, чем этот бизнес хорош, тем, что это из рук в руки и к вам не пристают. Только на очень, уверяю вас, только на очень большом уровне, вот для склада, который здесь держится, для всей компании, действительно, это необходимо. и сколько, я не знаю. Я эти не занимаюсь, я занимаюсь продуктом. А индивидуальные дистрибьюторы, они долгое время находятся, ну, их знают только те непосредственные люди, которые под ними находятся, их друзья и соратники. А уже следующий уровень, в общем, они могут там быть совершенно не... Тем хорош бизнес, что очень камерный. На протяжении двух лет существования в этом бизнесе у меня никогда не было, и не только у меня, но и у огромного количества людей, которые там были. Какие-нибудь еще вопросы есть? Еще последний. Значит, так вот, если я вот на таком самом низком уровне, сколько мне надо ежемесячно на какую сумму выкупать, чтобы сохранять все свои права? Да, чтобы не исключили. Тамар, сколько надо делать, чтобы не исключили? Так, можно ничего не делать, вас не исключат полгода. Нет, ну, если я уже, допустим, 25 баллов. А если у меня появилось несколько человек подо мной, я чтобы сохранял... То есть 25... Ну, я сказала, при накопленном групповом объеме, когда у вас становится тысячью, у вас просто падает туплер, и с этого момента вы получили статус ассистента. Вам необходимо выкупку делать в месяц на 45 баллов. То есть ориентировочно 50-55 долларов. Понятно. Когда вы вышли на уровень управляющего, это 3000 накопленного группового объема, вы переходите на вариант с 85 баллов. Это где-то около 100 долларов закупки. И так уже дальше до конца, до уровня президента. Так чем я выше поднимаюсь, тем выше объем моей закупки? Да, но при этом... Не выше уровня... Не выше уровня 100 долларов. Не выше 100 долларов. А, то есть не выше, стоит максимум 100 долларов. И никаких требований к групповым объемам у нас не существует. Мы специально ушли. Только требование, только одно, к вашей личной закупке. При этом, если вы ее в этот месяц сделали, то все баллы на вас упали, и премию вы получили. А если вы не сделали, то баллов не получил. Пролетели. Но на следующем месяце вы опять все это догоняете. Никто от вас не ушел. Вся сеть осталась под вами. То есть в нашем бизнесе невозможно провалиться. Вы всегда остаетесь на том уровне, который вы дадите. И у вас всегда остается возможность догнать и перегнать. То есть люди, которых вы подписали, никуда не уходят. По другим бизнесам вы можете их потерять. У нас потерять не имеется. Хорошо, спасибо. Личный объем сохраняется до конца. Личный объем сохраняется? Да. Все тренируется. То есть этот бизнес-план сделан с учетом того, как работал Витамахов. Витамаховские тоже не последние люди создавали. То есть он достаточно хорошо отработан для того, чтобы отечественный дистрибьютор чувствовал себя комфортабельно. Марк Хьюн даже работал. Нет, Марк Хьюн совсем... Марк Хьюн... Принцип совсем... Вот то же и дело. Почему Гербалай приобрел плохую известность? Не только потому, что у них продукт был не очень хорошо отработан, а еще потому, что они заставляли людей покупать сразу, влезать в большие долги и покупать огромные объемы. Люди продавали свои квартиры. В общем, много людей кончило жизнь по убийству. И, знаете, в понедельник... Ничего этого в нашем... Мы уже были у вас поменяли. В понедельник я провожу просто сравнить и она... Нет, мы... Это не витамаксовский мороз. Это кусок от него, причем очень небольшой. От него взяли только проценты по проплатам. Все остальное принципиально другое. Потому что там есть необходимый гонок в последние месяца квалификации. Там есть раз в три месяца необходимый групповой объем, чтобы не потерять статус директора. Там есть определенная матрица, когда вы встаете на уровень директора, который нужно запомнить. У нас этого нет. То есть мы ушли от жесткости маркетинга, и мы сделали только положительные стимулы. Вот этих положительных стимулов, которые я сегодня о них не говорила, я рассказываю более подробно. Уже на летнем. Спасибо. Я просто всех приглашаю к сотрудничеству еще раз. У Тамары есть подписные листы. Подпишитесь, пожалуйста. Вашим непосредственным спонсором информационным будет Володя Майков. Тот человек, который собрал вас здесь, который находится на нулевом уровне. Он один из тех людей, кто будет растить большую свою ветву. Я думаю, что вполне Володя пособит и заслуживает этого. Нет. Нет, правильная спечатка у них. Нет, они ничего не захватили. Они нам дают только юридические препараты, а по вашему ничего нет. Ну, по лицетину, по прочому, нет, не готовы. Значит, я хочу сказать, что есть замечательные вещи у нас. Во-первых, это современный препарат гинкобелоба. Гинкобелоба, других препаратов гинкобелоба, таких как у нас, нет ни в одной ферме. Почему? Биохлавоноиды гинкобелобы. Слышали про них? Гинкобелоба, это дерево, которое сохранили для нас буддийские монахи. Удивительным образом они сказали, что у них было поверье такое, что когда-нибудь это дерево спасет человечество. Ребят, если можно, послушайте, я сейчас говорю об одной из очень важных пищевых добавок, которые есть у нас, и нигде больше такой нету. Есть похожие, но хуже. Это экстракт из дерева, так сказать, из листьев, гинкобелоба, это удивительное растение, которое буддийские монахи, по своим поверьям, сохранили для нас, потому что они решили, что когда-нибудь это дерево сможет спасти человечество. Удивительным образом они оказались правы, и сейчас стало понятно, каким образом. Вот человечество, постепенно развивая свое пристрастие к высоко гликемической диете, то есть есть все больше, более сладкую пищу, привело в связи с того, что быстро портится система кровообращения. Оказывается, глюкоза начинает портить ферменты, выстилающие изнутри сосуды, которые создают нам состояние расслабленности этой системы. И если это портится, особенно в мозгу, какие-то веточки начинают портиться, то дело совсем плохо становится. Вот если какая-то обедненная кровоснабжение, то другая часть мозга, которая не обеднена, начинает подавлять, расширяясь, подавлять эту обедненную часть. И тогда человечество стало придумывать сосудорасширяющие средства. Удивительным образом другие сосуды замечательно расширяются, а сосуды мозга плохо. И вот при помощи этого метода, степ-скен, научились люди смотреть в подробностях микроциркуляторное русло, то есть самые мелкие сосуды артериальные, головного мозга. И выяснилось на этих вот степ-скенах, что препараты, расширяющие сосуды, действуют так, что сакральные сосуды расширяются, а вот те пораженные, они не расширяются. И единственный препарат, который давал обратный эффект, то есть не расширял нормальные сосуды, а расширял обедненные русла, это были биохлованоиды или экстракты из гинкобелоба. Но оказалась такая история. Гинкобелобу дают, оно быстро выполняет свою функцию, а потом исчезает кровотока. Значит, надо каждые два часа по таблетке гинкобелобу принимать. Это, во-первых, и дорого, и не очень удобно. И тогда научились недавно делать, посадили его на специальный субстрат, у которого много-много, как магнитики, элементы на этом субстрате. Это целлюлоза. И эта целлюлоза удерживает не очень прочно плаваноиды из гинкобелоба, постепенно отдавая. Вот наш препарат, в одной капсуле содержится 350 мг экстракта, а в других препаратах где-нибудь 60, ну там 62 максимум. А у нас вообще, нашим институтам питания разрешено не больше 20. Потребность большая, то есть нужен и наш препарат пролонгированного действия. Одну капсулу принял, и на все сутки вам хватает его. А стоимость этого препарата, в котором всего 20 мг в капсуле, такая же, как нашего с 360. Представляете, какая большая разница в цене и в удобстве применения. Ну и кроме того, что кинетика, называется препарат Немо Эйли. При каких симптомах нужно применять его нормальному человеку? Нормальному человеку. Самый разный спектр. Ученикам нужно принимать, поскольку им нужно лучше учиться. Наркоманам мы даем, поскольку они, и наркоманы, кстати, замечательно отличаются от всех других, их не надо убеждать. Им дашь попробовать один раз. И потом они начинают у тебя это просить и требовать, потому что они чувствуют улучшение настроения к тому же еще. А заодно всем людям умственного труда, для улучшения памяти, для улучшения концентрации внимания. То есть человек, употребляющий регулярно этот препарат, может лучше пользоваться основным органом приспособления человека. У человека не клыки и когти. Не этим он приспосабливается к окружающей среде. Не длинными ногами, чтобы бегать там, и не кулаками, а мозгами. Своим интеллектуальным мозгом, которого нет у других. Так вот, заботиться надо об этом. И одной из таких, это гинкобелопа. Другой препарат замечательный, лицетил. Это сборник фосфолипидов, необходимых, и для того, чтобы давать нейромедиатор, ацетилхолин, чтобы мы могли думать, не уставая, чтобы мы могли бросить курить. Нам легче будет бросить курить, но что лицетил восполняет ту веточку удовольствия, которое дает курение. Курение только обманным путем дает. Мы как будто бы, мы создаем себе такую ситуацию, что мы насыщаем N-рецепторы от стилхолиновые, никотиновые рецепторы, и как будто у нас хорошо работает ацетилхолинологическая система. А здесь мы истинным способом мы даем предшественник и даем все для того, чтобы превратилось быстро из предшественника в ацетилхолин. И не так хочется курить тогда человеку. А кроме того, он помогает при самых разных, он помогает нормализовать липидный обмен, уменьшает скорость атеросклероза, уменьшает резистентность сосудов, уменьшает способность... Вы знаете, что у людей с повышенным давлением у них часто проблема бывает не это высокое систолическое давление, а высокое диастолическое. Есть верхнее, есть нижнее давление. Вот нижнее давление очень высокое у людей. Начинают его разными способами сбивать, а самый простой способ. Есть лицетил и есть его регулярно, и тот самый поспатидилсирин, который входит в него, он будет подавлять, так же, как какие-нибудь капотенки, такое дорогое средство очень, и не очень так полезное. А здесь полезное и одновременно действующее так же. Поспатидилсирин подавляет то же самое конвертирующую систему, которая приводит к увеличению ангиодензина-2. Потом есть замечательный препарат, который наши наркоманы любят, и мы устраиваем для них иногда рейт-дискотеки. Под эту же самую музыку, под которую они ели наркотики, они пляшут, но им надо дать какой-то... Вот вы в активаторах мозга увидите, там есть специальные смарт-дринкс, напитки, умные напитки. Вот в них добавляют всевозможные водоросли. Это вкусная штука. И вот это, как у нас называется, green? Белгрин. 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 Наш препарат называется. Это специально выращенная бесстеночная хлорелла, спирулина и так далее. Ламинария. Для чего они нужны? Оказывается, в них есть тоже такие компоненты, которые улучшают наше настроение. Например, там в них хорошо замешан диметиламиноэтанол. В них есть предшественники, то есть тот материал, из которого делается гемоглобин. Очень многие люди вот при анемеях мозги не работают, не только мозги не работают, а у женщин, кстати, очень часто бывают эти анемии. Вот оказалось, что замечательным образом эта добавка улучшает. Потом улучшает создание гемоглобина. Теперь часто бывает так, особенно тоже у женщин это бывает, недостаточности работы щитовидной железы. И из-за этого тоже снижение тонуса из-за недостаточности. Или наоборот, когда гипертонус щитовидной железы, то есть когда она слишком сильно работает, возникает такая истеричная черта в характере. вот этот Биогрин нормализует все эти отклонения. То есть это вполне хорошая добавка для ума, умная добавка. А, варикоз, атеросклероз, вот к такому направлению с препаратом. Да, вот лецитин против атеросклероза. Потом экстракты из семян, черного косточки черного винограда замечательно улучшают состояние сосудистой стенки. Приходите, там все эти препараты есть. Он как называется этот препарат? У нас нет отдельного препарата против болезни. Нет, 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 не в этом. Вот с косточкой винограда это препарат. Как называется косточкой винограда? Байор Протек. Байор Протек. Все, все. Я просто, вы говорили, я забыл, я их... Я просто английский лучше произносить, поскольку это все идет по-английски. Байор Протек. Я хочу извиниться за отсутствие у нас литературы. Всего наших просто тяжелых обстоятельств, как мы вырывались в собственную фирму, мы не успели подготовиться вот по полной прогрессе. То есть литература у нас действительно напряженная. Мы не думали делать быстрый старт, мы думали развиваться постепенно, но во всем то, что у нас поставили, такие условия, мы сейчас пока не очень готовы. Ни финансово, ни технически. Получается информация, что у нас сейчас готовятся каталоги, мы их издаем в каталоге. Значит, сейчас мы просто немножко задерживаем во времени. А в силу того, что нужно училие потратить на организационную часть, мы не можем сесть и написать. Значит, у нас есть люди, которые пишут, есть люди, которые редактируют, но вот просим обвинения. Какое-то время задержки будет? Пока будет неожиданная традиция. Пока и будет. Но после Нового года у нас все будет наверняка уже на руках, мы получим. Пользуйтесь у меня материалом, которые есть. Там, насколько я знаю, еще 9-8 гормонов. ДИЧНИ, да. Вот сейчас подготовлена замечательная совершенно... Значит, выяснили в последние годы, и это очень популярный препарат, дегидроэпиандросферон. Это предшественник стероидных гормонов. Самых разных. Минерал кортикоидов, глюкокортикоидов. И оказалось, что этот самый ДИЧНИ в 20 раз снижается, когда человек стареет. И за это все функции, которые зависят от концентрации ДИЧНИ, снижаются. То есть человек стареет, потому что у него не хватает ДИЧНИ. И сперва все бросились его давать спирорально. Но оказалось, что это не самый лучший способ. А недавно был открыт лучший гораздо способ. При помощи крема. И вот мы создали крем, который называется кремом Маргариты, мы будем говорить. Как в романе «Мастер и Маргарита». Вы знаете, что они натирались кремом и моментально становились очень красивыми и молодыми. Вот у нас будет крем с двойной эмульсией. То есть что такое двойная эмульсия? Это разные, из разного материала фосполипидного созданные липосомы, которые между собой не слипаются. И поэтому можно так, чтобы одна в другой сидела постепенно, как матрешка. И это тот способ, которым можно проходить кожный барьер для любых совершенно субстанций. Как водорастворим, так и жир растворима. Постепенно каждая матрешка в своем слое растворяется и внутрь проникает ее внутреннее содержимое. И так далее. И мы в этот крем замешали два замечательных представителя вот этих вот про-стероидных гормонов. Это пригниналон и дегидроэпиандростерон. Для чего они? Мы будем рассказывать более подробно. И вот они должны появиться уже. Этот продукт лицензированный. А продукты, выводящие свободные радикалы, что-то этой группы есть? Огромное количество, конечно же. Для чего нужны... Вот я обещал ответить на вопрос. Для чего нужны пищевые добавки в наше время? Для того, чтобы нивелировать болезни, рождающие... Болезнь 20 века, рождающаяся из реактивной гипогликемии, которая является пристрастием. То есть нужны психотропные пищевые добавки и соматотропные пищевые добавки. Часто они бывают одновременно и обладают и тем и тем. Это первая часть. А вторая часть. Мы живем благодаря разбившимся мозгам в очень грязном мире. Мы его так загрязнили, что эти ксенобиотики начинают... Вот продукты загрязнения начинают попадать в нас. Они ядовиты для нас. А у нас есть система, как с ними бороться. Это система окислительная. Вот огромное количество систем... Ферментов, очень создающих мощные, свободные радикалы. Гидроксил, анион, радикал. Который можно приставить к любой молекуле. Она становится тогда водорастворимой и выходит через почки. И сделать такие ферменты индуцировать очень легко. Потому что у всех у них есть кофермент, вот необходимое это колесо, это деталь. Это железо. А железо в пище навалом. Это макроэлемент. Страшное дело, потому что свободные радикалы, которыми мы пользуемся для выведения, они начинают потом портить наш собственный организм. Мы сами себя окисляя, сжигаем. Быстро стареем. Начинаем болеть всякими опухолевыми заболеваниями. Что делать? У нас есть на страже антиоксидантная система, которая предохраняет этот вред от окислительных процессов. Но она слаба. Она трудно индуцируема. Потому что многие витамины входят в эти вот антиоксиданты, естественно, но их у нас не хватает. А кроме того, фермент, который мы можем индуцировать, он работает на микроэлементе. На очень трудно усваиваемом микроэлементе, который называется селен. Поэтому обязательно нужно, вот существует в нашей стране государственная программа селен, чтобы насытить всех людей нашей страны достаточным количеством селены, в школе мы их трайдом. И эта программа так и не решена. Американцы, у которых гораздо все более чисто, они давно ее решили. И делают очень дешевую и удобоваримую форму селены. Вот мы ее к вам и приведем. Здесь она просто осталась несколько пакетиков в чистом виде под убаваримым селены. Но у нас мы будем давать его в комплексе, в комплексе витаминов, которые называются biospectrum. Об этих витаминах тоже можно в целом лекции отзывать. Какие они интересные. Вот два. Во-первых, от загрязнения надо принимать антиоксиданты. Во-вторых, от реактивной гипогликемии, надо принимать такие, такие, такие-то. Вот две группы препаратов, которые существуют. Спасибо. А о гимнастике теперь будем говорить? Да, теперь немножко меня просили рассказать, почему же мы занимаемся и как построена стратегия лечения героиновой зависимости. Самое страшное в нашей стране распространяющаяся, самое трудное для лечения героиновой зависимости. Как стратегия устроена? Если можно, внимание, здесь, по-моему, это интересный принцип. Пожалуйста, туда, в дайванье. Принцип довольно интересный. Смотрите, для того, чтобы уменьшить, здесь уже другой, для того, чтобы уменьшить зависимость опиатов эндогенных и экзогенных, естественно, нам надо полгода давать человеку как бы затычку ко всем опиатам, нутриксон. И такой человек, который при повышенном дозе опиатов, не будет получать вообще никакого опиатного удовольствия. Жить так невозможно. И почти что лекарства есть, но никто им воспользоваться не может. Наркоманы очень любят употреблять героин и очень не любят употреблять нутриксон. А надо, значит, что надо сделать? Вот наркоманы героиновые, это те люди, у которых великолепно работают опиатные центры наслаждения, а стимуляторные у них недоразвитые. Это все равно как человек умеет хорошо писать правой рукой, а левый не умеет. А ему он сломал правую руку, ему надо ее лечить, она у него в гипсе, описать надо, получать удовлетворение надо. Значит, мы их должны научить тому, как пользоваться стимулятором центром удовольствия. И вот есть специальная гимнастика для этого. И они учатся, они поступают к нам, начинается реабилитация, все лекарства отменяются, они начинают получать только пищевые добавки, как специальный, например, содержащий дельфиниоламин, улучшающие настроение, опиатное, так и всякие другие. Они начинают ходить на гимнастику, и здесь мы их учим, гимнастике, и опиатный, как получать опиатное удовольствие по алкогольному типу, и как получать стимуляторное удовольствие. А потом, через неделю, мы обрываем все опиатное наслаждение, мы начинаем давать им наутриксон. И тут у них опять начинается ломка, как бы возвращается в телеке неприятности, они не спят, они потеют, там всякие фантомные боли у них возникают, настроение падает. А мы им говорим, в этот момент начинайте интенсивно ходить на гимнастику, и при помощи гимнастике научитесь избегать вот этого неприятного ощущения. Один из моих первых учеников, вернее, пациентов, который пришел ко мне четыре года тому назад с такой зависимостью, он начал заниматься, и сейчас мой сотрудник, и мы вместе с ним содержат один из основателей этого центра, он сказал, что когда я сел делать эти упражнения, меня отпустил на 4 секунды. Я подумал, что есть 4 секунды, то потом будет 8 секунд и так далее. И действительно сумел освободиться. Вот они начинают делать эти упражнения сквозь все неприятности телесные и душевные и зарабатывают себе через сверхусилия, а делают они упражнения так, в глазах темно, голова кружится, тошнит, руки-ноги сводят, в ужасном страх выступает какой-то, они все равно делают. А потом и в тот момент, когда это все происходит, они прорываются, они находят в себе, а мы их поглуждаем. Еще большее воодушевление прорывается в собственную такую немочь, а потом во время релаксации, которые следуют за этим упражнением, они испытывают то же, что они говорят, когда они увеличение удовольствия, которое называют приход. От одного упражнения приход, от другого упражнения приход, после комплекса упражнений он чувствует себя как на крыльях. Потом, через некоторое, спадает следующий этап гимнастики. Вот так и в идеале должно быть. И те люди, которые серьезно отмобилизованы, которые не хотят умирать, болезнь страшное, смертельное. Те, которые не хотят умирать и решить, серьезно, они этого добиваются. Ну, я могу сказать, что у меня очень яркий пример был. Самый первый, в самой первой моей группе, который еще 8 месяцев потом из-за двух человек, 36 лет от рода, мне 51, он выглядел старше меня. Трясущийся, высохший парень, который, когда я стал с ним разговаривать, говорю, сколько лет употребляешь, опиата, 18. Я хотел как-то развеселить, говорит, да ну-то что, так долго не живу, все змея, правда, а он заплакал. Когда он пришел к нам в центр, он не мог сесть на пол, он думал так, ну ладно, они мне позволят снизить сильно дозу, просто ощущение крови уже сильно не снижало. Он думал, что я буду хоть понемножечку, никакого кайпа, лишь бы мне совсем плохо не было. И вот этот вот парень оказался таким, что он прошел через весь этот вот ад. Сейчас я его встречаю регулярно, потому что его родственники живут в подъезде. Это сияющий человек, с сияющими глазами, молодой, опять он помолодел. Его дядя устроил на хорошую работу, он хорошо зарабатывает. К нему вернулась жена и ребенок, которые уехали от него в Израиль. И он был непрекаем. Опять у него счастливая семья и абсолютно новые возможности в жизни. И главное, он поддерживает это счастливое состояние свое. Он уже перестал есть нотриксон, прошел больше, чем полгода. И к нему вернулось еще к этой вот разбитой им компоненте стимуляторного удовольствия, вернулось и опиатное удовольствие. Мы даем возможность людям стать счастливыми. И уже на этом фоне на этот фон накладывается. Три раза в день мы обучаем их двенадцатим шаговой модели поведения. Что такое двенадцать шагов? Это как оставаться высоко духовным человеком с тем, чтобы удерживаться от низших позывов личности к употреблению. Замечательная система, которая работает во всем мире. Но она работает тогда лучше, когда у человека есть возможность как-то комфортно существовать. Вот сочетание этих двух методов. Ну и заодно у нас еще пищевые добавки, но утрец он и низкоглигемическая диета. Многим людям, многие люди ежедневно испытывают перепады настроения в несколько раз, в несколько раз, потому что питают слишком сладкой пищей. И все их клетки уже не могут существовать без этих вот перепадок. Вот есть пищевые добавки, которые это нивилируют. Вот хром одна из таких простых пищевых добавок, а есть более усовершенствованные, которые есть в нашей компании, можно купить. А хром пока что вот я вижу коробочку, на которой это то необходимое, чего не хватает в нашем питании для того, чтобы наши клетки могли существовать на низких уровнях глюкозы. и клинок хрома. Вот по-моему, все. Вопросы есть какие-то? Вот по гимнастикам у нас второй я не рассказал, значит, второй вид гимнастики, отчего вообще в глазах темнеет и голова кружится. Голотропное дыхание. Вообще взяток из техники примерно такой, то есть эта техника произошла из Северной Индии. Техника гимнастики сверх усилий. Когда человек гипервентиляцию, причем она разным образом может быть произведена, там есть разные методы активного дыхания, делает одновременно с какими-то упражнениями и часто с такой большой нагрузкой. Например, как вы видели, садится и встает, садится и встает, а при этом мощный выдох во время того, как садится и мощный вдох когда встает. Через минуту люди начинают непривычки падать. Начинает падать не только, начинает падать спортсмены. Вот у нас к нам приехал наркоман один из Казани, который сборной России был, спортсменом, ему казалось, что все у него получится. У него ничего, к сожалению, он не смог прорваться через это. Минута, он не выдерживал минуту, но есть люди, которые не выдерживают минуту, а постепенно все равно делают. А есть люди, которые срывают в этой басне про двух лягушек, которые попали в молоку. Одна решила потонуть, а другая сопротивлялась, сбила маску и выпрыгнула. Вот примерно такой вот процесс. А вы обучаете в репутатах в гимнастике врачей в школу? Получилось так, что вначале центра не было, и ко мне ходили просто на группу люди, там были и врачи, и психологи, и наркоманы. Потом из них образовался костяк тех людей, которые стали работать в центре. Сейчас следующий этап, но пока что центр еще не разработал стабильно, на полную мощность. Потом обязательно очень хотим развиваться дальше. Еще раз, активную гимнастику можно ли давать и тем, и другим? Обязательно. Что значит и тем, и другим? Ну и стимуляторным, и опятным, я вот имею. Конечно, и алкоголь. Задача такая, у этих людей расстройство в области лимбической формации, дающие чувство удовлетворенности. Чувство удовлетворенности может идти по тому и по тому пути. Значит, если мы натренируем человеку обе руки, то он станет гораздо более способным этими руками что-то делать. Также совершенно и эти центры надо пробудить и тот, и другой центр, научить человека ими пользоваться и иметь у себя в арсенале каких-то навыков то, когда тебе плохо, моментально перейти в активное, хорошее и счастливое состояние. Это есть и по опятному типу. То есть у человека фактически есть два типа удовольствия. Когда он отдыхает и когда он интенсивно работает. Какое дает? Кундалини йога дает именно рабочее стимуляторное удовольствие. А вот растяжки это? Растяжки опиратные и удовольствие от отдыха. И многие люди просто не умеют отдыхать. их надо научить. Спасибо. Я же может создаться впечатление, что человек буквально ему предуготовлена судьба наркомана, особенно в современном мире, где столько перекосов с пищевыми цепочками из нашего режима сверхнагрузок. Я думаю, что именно даже даже создаться такое впечатление из твоей беседы, что каждый человек потенциальный наркоман. Каждый. я думаю, это захлестывает постепенно. Поднимается наводнение и захлестывают все более высокие места. Также совершенно есть люди с разными генетическими складами, но постепенно и они резистентные начинают подпадать под тот образ жизни, который заставляет их стать наркоманом. Зона опасности распространяется смотрю и на детей, и на людей, которые не алкоголики. Конечно, конечно. А алкоголикам на алтексам тоже в принципе имеют, да? Только если для опиатного наркомана минимум надо принимать полгода, вообще и больше, то для алкоголика минимум до нескольких месяцев, до трех-четырех месяцев. Также совершенно во всем мире принято, да? Можно так сказать, что до того, как они принимали пищевые добавки, у них было хуже. Стали принимать пищевые добавки, стали лучше, потом перестали принимать, стало хуже. Это естественно, пищевые добавки... Почему нельзя? Именно... Нет, подожди. Вот когда я говорю о пищевых... Я говорил о том, что существуют разные классы препаратов. Есть препараты, которые в списке А обозначены. Яды, наркотики, сильнодействующие препараты. Их только по специальным рецептам можно. Есть препараты, которые можно только по рецептам купить. Есть препараты, которые можно купить через прилавок, но это все еще лекарства. У них есть побочные эффекты. Пищевые добавки тоже активные препараты. Очень интересно и все это открывается все больше и больше механизма того, как надо создавать пищевые добавки для того, чтобы они исполняли какие-то нехватки. Витамин С откуда взялся? Потому что человек не может делать витамин С. Если у него недостаточно алиментарно, то есть в пище приходящего, будет цинга. Вот он относится к необходимым пищевым добавкам витамин С. Но просто сейчас раньше это было несколько витаминов, а сейчас все большее знание о том, какие же нужны человеку для счастливого и здорового существования. И пищевые добавки нужно употреблять всегда. Есть американцы, и мы видим их, в Калифорнии много народу сидит, и целый пригоршник за каждой едой съедает. ему там 90 лет, а он женится на 80-летней своей подруге, и в свадебное путешествие улетает по всему миру колесит. не только я считаю, это целое направление пропилактической медицины в Америке. Это не только я считаю, это треть всех трат на здравоохранение, а также на здравоохранение, 12% от бюджета американского, на 2% больше, чем на оборону, тратится на пропилактическую медицину. Я преподавал в медицинском институте в Юстоне нутрициологию, то есть о том, что такое пищевые добавки, для чего они нужны. В огромном институте, и этому там учат, там учат пропилактической медицине, там есть доктора, которые называются MD, Natural Doctor, и самое удивительное, там есть страховые компании, которые оплачивают лечение, у такого доктора. Потому что в Америке страховая медицина. Это индустрия. И нам надо, мы являемся проводниками этой культуры в нашей стране. Потому что чем мы кушаем, почему мы должны страдать, жить коротко и несчастливо. Скажите, пожалуйста, вы считаете пищевые добавки и потребления необходимым недостаточным условием духовный рост на уровне того, что здоровый дух, это так. Очень часто бывает так, что физические дефекты приводят человека к страданиям, и его система, вот как я говорю про солнечную систему, солнце и планеты, также вот система его сознания, его личности, которая вращается вокруг органа создания удовлетворенности у человека, также она может быть так искривлена, конечно, такие дефектные люди могут какие-то находки для человечества привнести, но сами они часто бывают глубоко нездоровые и несчастные. А вообще говоря, вот я, так сказать, ученик йоги Баджина, основателя общества, которое называется здоровый, счастливый и праведный, healthy, happy, holy organization. И он говорит о том, что действительно человек должен реализовать свое право, изначальное право по рождению на то, что называется у них сад чит ананда, то есть абсолютное бытие, абсолютное знание и абсолютное блаженство. Но ведь этот принцип реализуется во всей юрген в контексте контекста устремления к Богу не пищевой добавки. То есть пищевая добавка может быть в хорошем устремлении. Я понимаю, хорошо, я хочу сказать, что если у вас есть возможность не жить в этом мире, а общаться с Богом, конечно. Я думаю, что наш мир... Я говорю о том, что наш мир это есть язык, которым Бог разговаривает человек. Есть такой анекдот о том, как заливает наводнение и соседи говорят человеку, слушай, надо отсюда текать. Он говорит, нет, я очень религиозный человек, у меня с Богом особое отношение у меня не оставит. Молится. Вода заливает первый этаж, он перебирается на второй, ему на лодке прислывают, то же самое предлагают. Нет, я остаюсь, он меня спасет. Прилетает на вертолете, когда он молится на крыше, он говорит, нет, он меня спасет. Тонет, предстоит перед Богом уже непосредственно и говорит, что ты меня оставил и дал умереть? Он говорит, извини меня, я три раза за тобой посылал. Вот так же и здесь. Почему мы думаем, что пищевая добавка это что-то не от Бога? Вот как Йоги Башин говорит, что тот, кто не видит Бога во всем, не видит Бога вообще. Нет, конечно, это хорошо и полезно тоже от Бога, но как бы вот когда человек приходит и начинает видеть пищевые добавки это единственное необходимое ответство для счастья в этой жизни? Разве об этом была речь? Нет, об этом не было речи, конечно. Нет, мы просто говорили о том, что существует, что человек это машина счастья, безусловно. Господь сделал нас так, что мы отличаемся от компьютера, который может быть действительно обыгрывает там Гарпова, но все-таки он неодушевленный. А у нас есть очень важная часть. мы знаем, когда нам хорошо, тогда нам плохо. Каждое наше впечатление, каждая идея, мысль рождает в нашей душе отклик, хорошо это нам сделало или плохо нам сделало. И наша Вселенная, наша Солнечная система, она преобразуется в соответствии с этим, со своим Солнцем. И оно должно быть в здоровом состоянии, чтобы у нас была гармоничная личность. А вот все-таки наверное они не могут, то есть это очень здорово, я немножко ни в коем не хочу сказать, что все это вакуи это очень полезно и необходимо. Но молиться на них не стоит, конечно, надо знать. Я верю, что ведь необходимы даже какие-то методы, ну человек может воспринимать за факты, но если он лично не изменяется, то скажем, ничего с вами там, то что он за цегоменциалитетом не делает. Абсолютно согласен. Человек это не машина для переваривания пищевых добавок, он еще чего-то другое кашля делает. Вопрос идет о том, что можно скорректировать в пищевой цепи, которая в общем-то резко изменилась за последние особенно 100 лет и привела к ужасному дисбалансу и вызвала сильнейший перекос и расстройка и сейчас способствует и наркомании. Героиновая зависимость, войдет в любой подъезд там шприц нарисован. Это первое. И валяются эти шприцы. Второе, это доступ к ресурсам, которые есть у нас, которые известны тысячи лет разным народам. Собрать все уедино эти два момента и призваны вот такого рода вещи, как то, что в книжке активатор мозга выражено, то, чем занимается парадигма передовая компания. Давайте мы на это прервемся, потому что мы все уже переполнили информацию и в перерыве вы можете показать все стало плохо, сейчас перенесывать выдвинуться в большую группу. Мы совершаем путешествие в средний мир. Расслабляемся и, как обычно, мы путешествовали. Куда-то нас несет, нас подхватывает, постепенно подхватывает смерч и куда-то носит будущее. Так, закрыли глаза, расслабились, попросили своего духа дать нам отрешиться от нынешней ситуации, от беспокойства, от преволнения и позволить нам совершить путешествие непривязанное. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok